МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Однако по тональности их заявлений, понятно, президенты общением довольны. Говорили о многом. Сирия, Украина, исламское государство, арабо-израильский конфликт, иранская ядерная программа. Но все это происходит на фоне громкого скандала в США. Иммиграционные указы Трампа стали причиной новых акций протеста внутри страны и вызвали недовольство и недоумение в Европе. Так о чем поговорили и договорились Путин и Трамп? И что новое услышали от американского президента, главы Франции, Германии, Японии, Британии, да и многих других стран. У меня сегодня очень уважаемый состав участников. При этом представлены разные страны. Хотел сказать континенты, но это будет неправдой. Хотя, с другой стороны, все-таки Израиль – это такой отдельный континент. Но давайте поговорим все-таки о том, какие были ожидания, удалось ли их добиться и какие нюансы уже сейчас можно подчеркнуть. На мой взгляд, учитывая все обстоятельства, это, пожалуй, максимум, что можно было ожидать от первого разговора между Трампом и Путиным. Все-таки американский президент подвергается очень серьезному давлению внутри своей собственной партии, со стороны Сената Соединенных Штатов, со стороны средств массовой информации в антироссийском ключе. То, что встреча прошла явно конструктивно, разговор состоялся в явно конструктивном ключе, разочарует, я думаю, очень многих критиков Трампа, да и Путина в Соединенных Штатах Америки. Хотя, надо сказать, что новостью в США это не стало. Все утонуло в эмигрантском скандале. Какие важные, существенные нюансы? Ну, очевидно, в центре была Сирия. Во всяком случае, очень короткое заявление, которое сделала пресс-служба Белого дома, подчеркивало именно этот аспект. А это значит, что возможность создания анти-игильской коалиции с участием России и Соединенных Штатов, она существует и она материализуется. И уже, собственно, первые признаки этого есть. Вторая важная вещь, которую я бы отметил, это то, что, во всяком случае, в сообщении российской пресс-службы было заявлено о согласии сторон установить равноправное партнерство. Соединенные Штаты не имели равноправного партнерства не только с Россией и вообще ни с кем в последние годы после окончания Холодной войны, а с Россией обращались как со страной, которая проиграла Холодную войну и в отношении которой можно проводить любую линию, не обращая внимания на наши озабоченности. Равноправное партнерство. Затем очень важное слово, которое прозвучало, это слово «восстановление», которое было использовано для характеристики наших будущих торгово-экономических отношений. Восстановление торгово-экономических отношений – это значит, в общем, достаточно прозрачный намек на то, что вопрос о санкциях будет так или иначе рассматриваться в Соединенных Штатах, хотя само понятие санкции не прозвучало. Я бы отметил ещё вот, что действительно обсуждался очень широкий круг вопросов. Здесь и Сирия, и Украина, и Иран, и Корейский полуостров, и нераспространение ядерного оружия. Это предполагает, как минимум, что в течение, в общем-то, короткой беседы не было серьёзных споров и разногласий. То есть, обсудили то, что хотели обсудить, вопросы были подготовлены, и участники переговоров после остались довольны. Поэтому я считаю, это очень хороший, обнадёживающий старт российско-американских отношений. И давайте, чтобы не сглазить, постучим по дереву. И будем надеяться, что так оно будет продолжаться и дальше. Лучшего мы ожидать не могли. Ну да, хотя бы не поругались сразу. При этом, как я понимаю, Трамп говорил с Меркель, был один советник, с Путиным человек пять находился. Не знаю, сколько было у Путина. А когда дошло до Аланта, было очень, что будет говорить пресс-секретарь. Но, нет-нет, естественно, я понимаю, что Трамп всё равно говорил сам, но Аланта такого наговорил вначале. Мы сейчас как выскажем жёстко Трампа всё, что думаем. Вообще, когда Аланта и жёсткая, это сразу вызывает такое чувство, ну, по крайней мере, лёгкого умиления. Да, это жёсткий парень. Но меня-то смущает следующее. А я не помню, чтобы первые беседы были по-другому с американским президентом. У нас всегда со всеми американскими президентами начиналось крайне неплохо во время их первого срока. Но у нас обычно так. Есть принципиальные отличия вот этой беседы от других. Вообще, странный парень этот Трамп. Он пока очень не похож на традиционных американских президентов. Он как бульдозер выполняет предвыборное обещание. Вообще, какая-то дикость в мире американской политики. А Трамп действительно не похож на традиционных американских президентов, потому что он не из политической среды. Он не был ни губернатором, ни сенатором, ни членом Палаты представителей. И он обозначает, конечно, новый стиль. Кстати, я думаю, что это символично, потому что время-то новое. Время меняется, мир меняется, США меняются. И поэтому я считаю, что логично, что в новое время американцы выбрали президента нового типа. Что касается того, всегда ли у нас начинался с американскими президентами именно так, не совсем. Значит, с Обамой – да. Но не было всё-таки такой степени негатива в отношениях. Потому что, смотрите, Трамп ведь поставил себе задачу, судя по этой беседе, улучшить отношения с Россией с крайне негативной точки. Мы идём не с нуля, мы идём с минус 10 откуда-то, понимаете, то есть с крайне негативной зоны. Он пытается вывести эти отношения, и он об этом говорил во время избирательной кампании. И он сейчас подтвердил это во время этого разговора. Это первое отличие. Второе отличие – вспомните, как было с Бушем. Буш пришёл к власти на волне очень антироссийской тогда. И он как раз обвинял Клинтона, что Клинтон потерял Россию, что плохие отношения, потому что он неправильно себя вёл, но Буш не будет улучшать отношения, а будет ещё более жёстко давить, так сказать, чтобы там... Трамп сказал то же самое. Я буду жёстче, чем была бытина. Да, но с Бушем не было такого разговора. С Бушем начались контакты через 4 месяца после его избрания, даже через полгода. Это был июнь 2001 года, когда они встретились с Путином в Любляне. И тогда Буш сказал, что он заглянул в глаза Путину и увидел его душу. Но не с самого начала это было. Сначала он как раз пришёл на волне критики Клинтона за его близкие отношения с Ельцином и так далее. Я сейчас не буду выдаваться в детали, но, во всяком случае, это был другой сценарий. Значит, что здесь действительно важно, как мне кажется? Важно, во-первых, то, что Трамп, в отличие от того, что говорили его критики, очень предсказуем. Выяснилось то, что он говорил во время избирательной кампании, то он и делает. Дичь какая-то. И внутри страны, и за пределами. Вот он говорил, что он хочет наладить отношения хорошие с Россией. И он делает шаги в этом направлении. Он говорил, кстати, что, я не знаю, получится у меня с Путиным или не получится. Надеюсь, что получится. То есть он достаточно открыто и честно ставит вопрос. Он не обещает того, что он не может на 100% выполнить. Он говорит, что я постараюсь с ним найти общий язык. И вот он сейчас старается с ним найти общий язык. И мне кажется, это повергает в полный шок традиционную американскую элиту, которая привыкла врать во время выборов, а потом уходить от этого всего во время политической практики. Вспомним Обаму. Сколько он надавал всяких обещаний. Что-то он постарался выполнить. По медицинскому страхованию Обама. Может, надо срочно Трампу выдать Нобелевскую премию мира? Я думаю, что... Он пошел прежним путем. Надо что-то дать. Тем более, как мы знаем, наше правительство может все. Тут украинцы... Нет, нет, это прямо Норвегии заявили, да? Что мы Порошенко два года назад лишили Нобелевской премии мира. Может, мы сейчас там что-то хакера порешают? Ему сейчас, может, быстро Трампа выделим? Я думаю, что сейчас Нобелевский комитет замрет вообще. Потому что он тоже в шоке от Трампа. Это же не либеральное направление, которым близко к Нобелевскому комитету. Обаме-то дали как единомышленнику. А Трамп совершенно другая ветка. Значит, вторая вещь, которую я бы отметил, и это уже отмечают в Соединенных Штатах, что беседа Трампа и Путина прошла в теплых тонах. Это была теплая беседа. У них, как я понимаю, есть некоторая созвучность в оценках, в подходах и так далее. При этом говорят о том, что с Меркель беседа была деловая и достаточно сухая, а с Оландом была напряженная. Вот такой термин и используется. Напряженная, ну, естественно, потому что Оланд выкатил, как уходящий президент, который ни за что не отвечает. Он может сейчас говорить все, что хочет. Он вообще уже не имеет практически никакого значения. И звонок ему, Трампу, это звонок уважения к Франции и французскому народу, а не к уходящему президенту, который имеет рейтинг в 10%, если не меньше. Поэтому Оланд им... Ну, то есть он вел себя хотя бы прилично, Трамп? А то, может быть, услышит, что с той стороны Оланд мог перепутать и заказать улитки и шампански. Я же не знаю, может, он решил, что не туда попал. Так вот, мне кажется, что... Но ценность разговора Трампа и Оланды для нас состоит в том, что Оланд, в отличие от Меркель, которая собирается оставаться у власти и будет сейчас вести себя, на мой взгляд, достаточно аккуратно и осторожно, Оланд выкатил ему весь список либеральных претензий, которые есть у Европы. Вот можно смотреть по этому списку, по каким направлениям либеральная Европа будет стараться давить на Трампа. Это, что нельзя снимать санкции до полного выполнения Минских соглашений. Вот эта вот полумёртвая формула была опять подтверждена. А то что? Это, кстати, хороший вопрос. А то что? Оланд будет рыдать. Напомню, кстати, отношения между Францией и Америкой были очень напряжённые. Потому что ведь когда-то была ситуация, когда Франция не поддержала США, и в этот момент времени, во время операции в Ираке, американские обыватели перестали называть French fries, картошку. А помните, как перестали их называть? Те самые Freedom Fries. Ну, конечно. Да, да, картофель свободы. То есть они отказались даже от названия Франции. До этого Франция из НАТО выходила в 1966 году. Ну, это было давно. Так вот, заканчивая, значит, разговор про Оланда, я думаю, что Оланд это делал вполне сознательно, потому что всё-таки, да, Трампу надо искать... Да его Меркель подговорила. Надо искать, вероятно. Но ему надо искать язык с Европой, ему надо искать язык с союзниками по НАТО, и не забудем, что в окружении Трампа есть люди, которые восприимчивы к этой аргументации европейцев. Поэтому здесь ещё не всё решено. Нам всем, и Трампу, и нам важно, чтобы не получилось так, как ему пыталась советовать Тереза Мэй, которая приехала в Соединённые Штаты Америки, одна из первых, и, насколько я знаю, несколько дней там где-то в предбаннике ждала, да, ходила по магазинам, туфли, наверное, выбирала или что-то в этом роде, она ему посоветовала вести себя с Путиным так, как Рейган вёл себя с Горбачёвым. Вот это было бы, мне кажется, самой большой ошибкой и с их стороны, и с нашей стороны. Ну, во-первых, Путин не Горбачёв. Ну, объективно, да, Горбачёв настолько хотел понравиться, ну, на мой в субъеке, на взгляд, всему миру, что забыл обо всём на свете, там, про Советский Союз, про то, что он президент, про то, что выбрали и так далее, лишь бы понравиться Западу и вот таким образом изменить этот мир. Так вот, с Путиным совершенно точно так не получится, потому что всё-таки за эти годы, мне кажется, мы извлекли очень серьёзные уроки. Если Трамп будет пытаться вести себя с Путиным так, как вёл себя Рейган с Горбачёвым, это тупик, абсолютно, это путь к конфликту. Но и с нашей стороны это тоже серьёзный вызов. Перестройки. Будем пытаться вести себя так, как пытался вести Горбачёв. Лишь бы понравиться новому президенту, он такой классный парень и всё такое прочее, да, лишь бы сблизиться, лишь бы продемонстрировать какой-то результат. Я думаю, что это тоже тупик. Здесь вызов и перед ними, и перед нами найти совершенно реально принципиально новую формулу. Понятно, что, так сказать, она совсем новой не может быть, но тем не менее. Вот не надо, чтобы было как Рейган с Горбачёвым, не надо, чтобы было так, как это было в 90-е, или даже в начале нулевых. Сейчас вызов качественно новую форму отношений найти друг с другом. И это будет, на мой взгляд, сделать непросто. Но вот Горбачёву скакываться нельзя ни в коем случае. Но зато Трамп с Мэй продемонстрировали новое понимание, что такое идти ручкой за ручкой держась. Вся западная пресса обсуждает, как это им так удалось. Вот один так держит ручку, а другой так держит ручку. И они никак не соприкасывают. У западной прессы, в общем, манера сейчас обсуждает такие нюансы, что думаешь, ох, ребята, вас... Не, ну Трамп боится, может быть, Тереза подаст в суд за престолами или что-то в этом роде. А, ну точно, точно, точно. Но при этом все понимали, кто кого несёт. Вот это вот, да. Но при этом сейчас ещё смешно, что Трамп с принцем Чарльзом поругались. То есть Трамп вообще интересный гражданин. Вы знаете, вот вы задали вопрос, а что же всё-таки изменилось-то, да, вот с приходом Трампа в атмосфере, как это раньше обсуждалось. Ну, я прекрасно понимаю, что времена Горбачёва ушли, и, слава богу, не вернутся, и такого просто быть не может сегодня. Это совершенно очевидно. Но ведь что было раньше? Раньше всегда была повестка одной страны и контрповестка другой страны. И одна страна предлагала свою повестку, которая совсем не обязательно является важной, актуальной и животрепещущей для другой страны. Ну, смотрите, скажем, главное, что предлагалось там 4 года назад. Ну, например, как устроена демократия в России в диалоге с США? Или правозащитная проблематика? Или хорошо или плохо, что завтра ракеты появятся на границах с Россией, потому что якобы там есть некая иранская или ещё какая-то угроза, поэтому давай ракеты в Прибалтику, в Румынию и Польшу. Принципиально новое состоит в том, что повестка, которая предложена сегодня в этом диалоге, понятно, что она предварительно обсуждалась, понятно, что она готовилась, но это повестка, которая интересна абсолютно в равной степени обеим сторонам. Вот это абсолютно новое слово. Первое. Второе. Наблюдение. Посмотрите набор тем, хотя мы можем видеть только то, что мы читаем в кабинете, и нашем, и то, что там исходит из Соединённых Штатов Америки. Все вопросы – это действительно вопросы, по сути дела, номер один. Если брать сегодня вот некий такой шар, международная повестка, то вот в эти 45 или сколько там минут, по-разному, говорит, и Трамп, и Путин умудрились уложить практически всё. Это очень важно. То есть они задали друг другу, наверное, вопросы и обозначили позиции по всем важнейшим, в том числе болевым точкам, которые волнуют обе стороны. Хотя мы понимаем, когда обсуждали Украину, наверняка Трамп сказал, сейчас, Владимир, одну минутку, я должен тебя поставить на холд, сейчас я подключу к нам Порошенко по его просьбе, да? Он же просил не обсуждать без него, мы же понимаем, что, конечно. То есть Украина же так переживала, что мы обязательно должны её обсуждать. Могу заподозрить, что ему ответили в ответ на это. Примерно, примерно. Так вот. Холда не будет. Да. И, значит, вот это второе соображение. Надо учиться Порошенко играть на скрипке, чтобы он, наконец, понял значение фразы «скрипач не нужен». Да. И третье, я хочу продолжить мысль Алексея. Вот, знаете, и в этой студии, ну, особенно за пределами, в этой студии в значительной меньшей степени, было очень странное прочтение Трампа некоторое время тому назад. Ипотаж, популист, человек, который не очень понимает, что такое внешняя политика, он не очень знает, где находится Россия, что с ней делать. Он будет смотреть на своих партнёров, которые гораздо опытнее и лучше понимают современный мир, чем он. И поэтому дальше произойдёт следующее. Он обязательно начнёт вносить коррективы. Либо в риторику, либо в позиции. Смотрите, что делает Трамп. Даже тогда, мне кажется, он не всегда точно знает, прав ли он в том, что он говорил в ходе избирательной кампании, и как это реализовать. Он ищет дополнительные аргументы для того, чтобы эту свою позицию усилить. То есть интуитивно он совершенно правильно продолжает, жёстко продолжает ту линию, которую он заложил в ходе избирательной кампании. Он её не ослабляет, а усиливает. Это к тому, что когда Трамп говорит, давайте искать диалог и точки соприкосновения с Россией, на мой взгляд, это не тактика. Это действительно долгосрочная стратегия сегодня Трампа. И в этом большой шанс на то, что этот формат будет найден. У нас в Европарламенте в последние дни появился замечательный термин Remarkable Political Flexibility. То есть достойная внимания политическая гибкость. Это сказали о Гивер Хавштадте, который за одну неделю от пяти звёзд переметнулся к народникам. Но на самом деле Тереза Мей – это крестоматийный пример этой самой флексибилити. Она же была сторонницей Бремейной, она была категорически против Брексита. По-русски это называется, извините, переобуваться. В прыжке или как-то так, да, на лету. Ну, у нас здесь есть некоторые политики, они сегодня... А она приехала в новых красных туфлях, вы знаете, в совет галстука Трампа. У нас есть, как мы знаем, несколько выдающихся российских политиков, которые поразили весь мир скоростью переобувания. Например, Жириновский по вопросу Турции совершил такой форт или на лету, что все до сих пор... Не могут прийти в себя. Но дело в том, что сейчас для Европы на самом деле всё очень такие тревожные вещи, потому что как именно переобуваться и в какую сторону, в какой скорости, не очень понятно. Сам порядок звонков Трампа вверг нас в печаль, потому что сначала Меркель, а потом Путин, а Алан уже только потом. И в этом смысле как бы всё достаточно непонятно. И обещание за 90 дней заключить торговое соглашение с Великобританией, конечно, нереально абсолютно, но сам по себе этот вектор очень нас тревожит. Вообще, интересно ли Трампу единая Европа? Большой вопрос. И главное, интересно ли ему единая зона Евро? Большой вопрос. И поэтому вот эти 28 стран-членов ЕС в поисках своего обувного шкафчика, конечно, сейчас выгодят довольно грустно. А есть подсказ в французском кинематографе. Я об этом говорю... Где, как вы помните, высокий блондин в исполнении Пьерри Шарон на всякий случай носил разные ботинки. Я об этом говорю с болью, потому что мы, конечно, всё проспали. Мы, конечно, всё проспали, начиная от сирийского кризиса, где нас нет и рядом. И теперь там, вероятно, будут США, а беженцы – это наша головная боль. И теперь США их тоже уже не принимает. То есть в этом смысле, к сожалению, картина печальна, но я бы на вашем месте тоже так не радовалась. Да мы вообще не радуемся. Мы иронично на всё это смотрим. Трамп всё-таки бизнесмен. Он пообещал инвестировать туда и сюда и сюда, но поняв, может быть, когда-нибудь, что инвестиции себя не окупят, он быстро всё это свернёт и пойдёт дальше. То есть в этом смысле приводить Трампа с дипломатического языка, наверное, не надо, потому что он на нём не говорит. Это очень мудро, но надо подчеркнуть, у нас как раз никаких иллюзий нет. Мы не ждём от Трампа ничего хорошего. Очень правильно сказал Сергей. Мы всего лишь должны чётко сформулировать свою повестку, потому что традиционно российская и советская дипломатии имели тенденцию очаровываться и доверять. Вот это временно всегда закончилось. Потому что сейчас, когда нам на полном серьёзе говорят, надо рассматривать торговые и экономические взаимоотношения, то, как они были раньше, они больше не будут. По крайней мере, России они не нужны. Мы привыкли к тому, что они к нам заходят, мы со скатертью, с караваем и с водкой, они всё забирают, и мы смотрим печально, говорим, а где технологии, а где что, а этого нет. Это больше не будет. Будут равные отношения. Точнее, мне бы так хотелось. А вот удастся это реализовать или нет, это верный вопрос. Я прошу просто учитывать ещё одну вещь, абсолютно расколотое. Британское общество и совершенно расколотое общество США. А там совершенно другая форма правления. Там нет как бы царя, который стукнет и скажет, будет так. И давление вот этой вот расколотой части общества тоже надо не сбрасывать. И это для нас хорошо. Чем больше они ругаются, тем лучше для нас, у них меньше времени на нас. Вот теперь мы это признали. Очень коротко. Здесь очень важная фраза прозвучала. Европа всё проспала. Вот я считаю, что это очень важно. Очень важно. Смотрите, сейчас инициатива крупнейших мировых вопросов, в частности в борьбе с ИГИЛ, которая остаётся приоритетной темой, конечно, в руках у Путина и у Трампа. И вчерашняя телефонная беседа это подтвердила. А чем занимается Меркель и Алланд? Они обороняют старые редуты. Они всё со своими старыми формулами, что нужно давить на Россию, что нужно выполнять Минские соглашения, что Киев, значит, как же на Цезаре выше всяких подозрений. У них старая повестка дня, его бы ничего не способно предложить. Она следит ужасом часть, другая часть, ну, политики типа Фиона, я думаю, с определённой надеждой на российско-американский диалог. И вот сюда сдвинулась инициатива в мировой политике. Европа остаётся на обочине этого процесса. И это третье важнейшее следствие вот этой беседы. Достоин Кидин. Во-первых, в этот день он провёл беседы президента Соединённых Штатов с несколькими государствами, с руководителями. Сам подбор этих государств определяет, как Соединённые Штаты видят, а с кем надо обсуждать мировые проблемы. То есть, первое, это означает, что все попытки вывести Россию из группы государств, которые имеют какое-то значение изолировать Россию, закончились полным крахом. Второе. Эти государства были, ну, Великобритания, поскольку до этого говорил, только Франция, Европа, Япония и Австралия. Всё. И Германия. Ну, в отношении тёплых, тёплого разговора с Меркель, я думаю, что невозможно этого делать, потому что представить Меркель и вообще человеческие отношения, это невозможно. А если у кого есть иллюзии, спросите вашего президента. Он пытался делать несколько раз. Простите, а с Обамой, у них же были тёплые. Просто Обама приходил в берегу. С Обамой, у них были тёплые. С Обамой можно, с Обамой можно, но это совершенно другое. Да, конечно, нет, 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 Яков, простите. Как раз Обама чувствовал, что не хватает тепла, поэтому в конечном итоге и факел передал, чтобы грелось. Второе. Второе, что меня интересует. Там осуждались несколько международных проблем. Все проблемы, кроме одной, были проблемы, в которых конфликт между Россией и Соединёнными Штатами. Одна проблема, это наша проблема, то есть арабо-палестинский конфликт, бесконфликтный по отношению Соединённых Штатов и России. Первый раз. То есть конфликта там нет. У нас и с теми, и с другими отличные отношения. Я думаю, будут ещё лучше и теплее. Третье. Австралия и Япония... Так вы мне объясните, я не понимаю, то есть Трамп ваш? А? Я думал, что и Путин тоже, он об этом говорит. Яков. То есть вот мы начупали теорию заговора. Стало проще. Кушнер точных. Не, Кушнер точных. Я не хочу возбуждать разговоры некоторых ваших комментаторов, говорить, кто больше нас. Австралия и Япония – это как бы ответ на расторжение Тихоокеанского пакта. То есть от него остаётся, да, две главные страны на Тихом океане для Соединённых Штатов – это Австралия и Япония. Всё. Других стран нет, все остальные за скобками. И ещё один момент тут я хотел подчеркнуть. Сам метод этого разговора, он говорит, что это окончательный отказ Трампа от блоковой ситуации. То есть блоков больше не будет. Соединённые Штаты, которые и породили систему блоков, начиная от, если ещё кто-нибудь, Багдадский пакт, Сен-то, НАТО – НАТО тоже блок. Европейский Союз – всё это заканчивается. Соединённые Штаты предпочитают говорить один на один с каждой страной. И в этом есть смысл. Потому что когда Соединённые Штаты так уверены в своей мощи, когда они говорят с одним государством один на один, у них намного больше преимуществ, чем когда за ними стоят ещё другие государства с той и другой стороны. Они надеются, что так они добьются лучших результатов. И это, скорее всего, будет оправдано. И последнее. Ещё два момента. Эти беседы с президентом России шли в конструктивном ключе. Давайте договариваться и думать, как улучшать отношения и решать конфликты. Это результат не того, что Россия изменила свою политику. Россия не сдвинулась ни на миллиметр с той позиции, которая была. Вынуждена была менять свою политику американской администрации. То есть Соединённые Штаты, несмотря на всё, поменяли свою политику отношения к России, а Россия осталась на тех позициях, в которых была. И вот когда меняется эта политика, у России был уже один случай. Хотя страны совершенно разные, но принцип остаётся то же самое с Турцией. Турция круто поменяла свою политику. И вот сделав уроки о том, как восстанавливают отношения со страной, когда она меняет свою политику, я надеюсь, что у вас президент сделал. И будет делать в том же ключе, но в большем успеху. Мы сейчас совсем ненадолго прервёмся. У меня ещё два выдающиеся специалиста не сказали. Тем более, как вы понимаете, в нашей передаче всегда должен звучать голос либерального движения. С него после рекламы начнём. Прошу. Хорошо, что президенты России и Соединённых Штатов Америки побеседовали. Но, честно говоря, как гражданину России, мне не хотелось бы, чтобы половина мира с замиранием следила за тем, как готовится разговор, как он состоялся. Потом ловила бы каждое слово. И чтобы мы ожидали, что история мира повернётся, или даже история России в какой-то степени изменится. Из-за того, что президенты друг с другом побеседовали. Хотелось бы чего? Хотелось бы предсказуемого международного порядка. Я надеюсь, что вот после этой беседы начнётся строительство нового мирового порядка, которым будет безопасно, комфортно и счастливо жить можно будет. Вот хотелось бы... В детском мире. Хотелось бы вот в этих действиях последующих, дипломатических, видеть черты этого нового мирового порядка, которые ответственные лидеры серьёзных государств начнут, наконец, строить. А можете перевести пример, когда последний раз строился новый мировой порядок? Потому что у меня просто ощущение, что каждый раз, когда речь идёт о новом мировом порядке, где-то вдали доносятся вот марширующие штурм батальоны. Шук-шук-шук-шук, где-то факельные шествия, поднимаются. Вот новый мировой порядок очень опасное слово сочетание. Основы мирового порядка строились действительно Ялта, Потсдам и потом создание ООН. Да до этого новый мировой порядок кто-то пытался построить. Очень глубоко в истории, давайте не уходить. И, наконец, Хельсинки, 1975 год, которая зафиксировала очень серьёзный мировой порядок, добавив в него те необходимые черты, включая и гуманитарные отношения, и защиту прав человека международного, которые миру были необходимы. И вот этот международный порядок хотелось бы снова увидеть. Не точно такой же, понятно, что он не может быть таким же. Он не может быть повторением ушедшего мирового порядка, но построенного на договорных предсказуемых принципах, а не на волеизъявлении отдельных сильных лидеров. Ну, во-первых, Ялта и Потсдам были разрушением и уничтожением того, который пытался навязать новый мировой порядок. И там как раз говорили мировые лидеры, и все слушали замиранием сердца. Но строили, тем не менее, порядок, который существовал довольно долго и обеспечивал нормальную жизнь. И всего трое, при том из которых только двое действительно имели принципиальное значение. Ну, мы понимаем, возможность уничтожить друг друга, которая вырисовалась позже. Но потом появились институты мирового порядка, включая Организацию Объединённых Наций и её Совет Безопасности. Которая была растоптана американцами. Пока ничем и ничем не растоптана. Извините, когда война в Ираке началась мимо Совбезуон. В Вьетнам мимо Совбезуон. Да, действительно вошла. Введение санкций мимо Совбезуон. Хорошо, что вы об этом напомнили. Как раз вошла в жизнь, к сожалению, такая вот международная практика обходить ООН в таких вещах. Но что произошло? Тем введена. В данном случае американцами. Но что произошло буквально в эти дни? Тереза Мэй по поводу визита, который мы здесь так несколько облегчённо, я бы сказал, прошлись. На самом деле сделала очень важную вещь. Она поехала в Филадельфию, где выступила на конференции республиканских законодателей. И её речь там, на мой взгляд, носила, я надеюсь, доктринальный характер. Она сказала, что Запад в нашем лице, в лице Великобритании и Соединённых Штатов отказывается от практики вмешательства, вооружённого, силового вмешательства в дела суверенных стран. А сколько у неё... К этой ошибочной практике мы никогда не вернёмся. Давайте напомним, любимую, вашу фразу. Ну, слушайте, дайте договорить. Да-да, вы сейчас договорите, я просто ещё понять. А сколько у неё дивизий? Немало дивизий, кстати, у Великобритании. У Великобритании немало. Вместе с Соединёнными Штатами это сильнейшее... А без Соединённых Штатов? ...воя дворская плотилия. А без Соединённых Штатов, а не кто? Значит, без Соединённых Штатов Америки меньше, но тоже довольно значительное. Так вот, о чём идёт речь, дорогие друзья. Но всё равно Европа. Ахереза Мэй напоминает суверенным государствам, в том числе и союзникам Соединённых Штатов Америки, о том, что никто не может свою безопасность и своё процветание передоверять Соединённым Штатам. Что мы не будем вмешиваться, чтобы переделывать мир по своему образу и подобию. Я считаю, очень важное заявление, которым не стоит относиться легкомысленно и списывать их, а сколько у неё дивизий. Особые отношения Великобритании и Соединённых Штатов Америки подтверждены. И я думаю, что теперь вот к этому тандему предстоит присматриваться, как субъекту международных отношений. Что ещё было важно? Ну, у нас просто вы все сказали. Ну, сейчас я практически раскончиваю. Да, просто я хочу, чтобы у людей в головах вот что-то откладывалось, ну, какие-то точечки. Надо напомнить, что просто эта речь Мэй прозвучала после того, как Трамп заявил о том, что они не собираются делать. Поэтому это не фултонская речь о Черчилле. Потому что то, что сказала Мэй, это уже парафраз того, что сказал Трамп. И тем не менее это важно. А вот что ещё она сказала? Это важно. И второе, очень важно. А вот что ещё она сказала, вернувшись в Вашингтон? Как раз в последнее время изменилось отношение к России. Хочу напомнить, как один из русских государей когда-то объяснял, что без русского добра ни одна пушка в Европе не стреляет. Замечательно. Поэтому Россия всегда, за исключением последних нескольких десятилетий, находилась в положении, когда все внимательно смотрели и слушали за каждым словом, исходящим из России. Вернувшись в Вашингтон, она напомнила, тем не менее, ещё одну важную вещь. Мы ведь думали, в том числе и здесь обсуждали, что НАТО дышит на Ладан и вот-вот будет распущено. Было заявлено на пресс-конференции Терезы Мэй и Дональда Трампа в Белом доме о том, что мы с Дональдом на 100% стоим за НАТО, что это абсолютно незаменимый институт, что мы будем его укреплять и что НАТО остаётся краеугольным камнем, оплотом нашей безопасности. Денег платить будут? Тем самым, да, кстати, Тереза Мэй сказала, вот я лично поспособствую, чтобы все платили по 2% от ВВП. А, я понял. То есть Тереза Мэй теперь выступает надсмотрщиком той самой Европы, из которой она вышла? А как она будет это делать? Она будет Трампу в этом отношении. Да ну это анекдот. То есть её Трамп назначил, что, смотрящая за Европой? Иными словами, я надеюсь, что всё-таки строится мировой порядок, а не бульдозерная зачистка идёт того, что существовало до сих пор. Сергей, мне кажется, просто меняется лошадь и телега. Ведь мировой порядок, по факту, до этого телефонного звонка и вообще до последних полугода существовал. Ну в каком-то виде. Но только он существовал так, что никого не устраивал. Он даже американцев не стал устраивать, потому что ни одна из поставленных задач не решается. Диалог между США и Россией, это как раз тот фундамент, на котором и можно строить новый мировой порядок. Вот и всё. К этому был призыв. Я предлагаю сначала коротко договориться о терминах. Что такое мировой порядок? Мировой порядок – это система договорённости, которая устанавливается между державами и победительницей прошлой глобальной войны. Вот такой мировой порядок действительно был выстроен Ялта под Тегеран, Ялта-Потздам. Никакие хельсинки, конечно, ничего туда не выносили. Но когда вот этот Ялтинский порядок рухнул, то Запад, в частности Соединённые Штаты, восприняли это как свою победу. И не случайно у нас всё время дебаты крутились вокруг однополярного мира. Так вот, несогласие ряда держав и прежде всего России с этим однополярным миром и привело к тому, что Трамп сейчас будет выстраивать новый мировой порядок, договариваясь с теми державами, которые не согласились на глобализацию по-американски 90-х годов, которая должна была стать мировым порядком. В принципе, что делает Трамп? Трамп сейчас выводит Соединённые Штаты как ключевую державу современного мира. Вот, например, транс-сихоокеанское партнёрство прозвучавшее. А Трамп добился своего. Вот в Китае по этому поводу ни фанфары не трубят, ни особо в средствах массовой информации, так как победа не выставляется. И они правильно это делают, потому что ситуация, которая оказывается там, она достаточно жёсткая. Из 12 стран, исключая Соединённые Штаты, это 11 стран, 6 имеют соглашение о свободной торговле Соединёнными Штатами. Вот сейчас, если США уходят из Восточной Азии, они никуда не уйдут, но, тем не менее, разрушая транс-сихоокеанское партнёрство, Трамп тем самым вынуждает всех этих партнёров, которые очень боятся усиления мощи Китая, неизбежно обращаться в Соединённые Штаты. То же самое происходит на другой оконечности евразийского континента. Когда Трамп заявляет о том, что мы вас не будем защищать, вам необходимо переопределять свою миссию и тому подобное, это тоже вынуждает европейцев. Тереза Мэй очень хорош пример, когда она первая туда и съездила. И весьма возможно их наградят зоной свободной торговли. 90 дней – это срок, который определяется американским законодательством от подписания соглашения до передачи его в Конгресс. То есть Конгресс его рассматривает 90 дней. Я уверен, что если они подадут такое соглашение, то оно тут же будет одобрено американским Конгрессом. О соглашении, как вы понимаете, это не народ договаривается, а правительство. И они могут уже вести договоры, вернее переговоры, которые и раньше по всем соглашениям Соединённые Штаты вели тайно. Ну не тайно, по крайней мере, в закрытом режиме. Вот этот разговор, чем он важен? Он приоткрывает ту дверь, когда, в общем, по сути, речь идёт о том, что Россия в данном случае может быть одним из участников вот этого процесса переговоров и создания нового мирового порядка. В том числе с Соединёнными Штатами. Я, конечно, не думаю, что все эти вопросы, которые перечислялись, эти были вопросы повестки дня. Главный там вопрос стоял – когда встретимся? И в каком формате, наверное, встретимся? Либо это внутриполитическая проблема Трампа, по большому счёту. Потому что либо встречаться в отдельную, как любляне проводить встречу, либо всё-таки организовать её на полях, скажем, саммита ближайшей у нас двадцатки. Двадцатки, ну, я думаю, до АТС саммита. Скорее всего, на один на один будет. Ну, это как раз, наверное, то, что я обсуждал. Потому что с точки зрения внутриполитической ситуации, Трампу бы этого лучше не делать. Вот сейчас, по большому счёту, когда там все, Конгресс хочет обсудить вопрос о том, чтобы запретить в законодательном порядке снятие санкций, я, правда, честно говоря, не очень представляю, как это можно сделать, поскольку любой законопроект должен быть подписан президентом Соединённых Штатов. Ну, если президент наложит ответы, тогда получается, что нужно будет две трети. Две трети они не наберут. Тем не менее, попытки такие делаются. Попытки давления идут со всех сторон. А поэтому Трамп очень красивый же контур-ход сразу сделал. Он уже сразу... Ну, де-факто ясно из этого телефонного разговора, что основной вопрос – это как разобраться с исламским государством по-настоящему. Правильно. И когда прозвучали совершенно новые подходы, что надо определить, кто реальный союзник, с кем реально воюем. И вот здесь это обозначает, что впервые, за последние много-много лет, есть вероятность, что российские и американские войска выступят в роли союзников. Абсолютно верно. И вот это уже совсем другая конфигурация для Европы, для всего мира. Потому что это такой страшный сон Европы, который сейчас проводит откровенно антироссийскую политику, а Америка, которая до этого их на это ломала. Я понимаю, что сейчас чувствуются европейские политики. Ребята, вы что, с ума сошли? Байден нас пальцем продавливал, бил по голове бывший вице-президент США. Немедленно принимаете санкции, а теперь выясняется, что вы, типа, договорились, а мы тут остались. Дело в том, что я хотел сказать и закончить, как и осветили на эти вопросы. Он многоцелевой. Он не только дает возможность наладить сотрудничество с Россией и показать тем же американцам и всему миру, что это сотрудничество возможно. Но он, помимо этого, и играет и на внутреннюю ситуацию. Поскольку ИГИЛ – это страшное зло современности. И если, возможно, объединиться против него и провести это с Россией, то почему это не сделать? Это доказывает ту идею, которую Трамп проводил на протяжении всей своей предвыборной кампании и сразу, когда пришел к власти. Да, я. Ну, серьезно относиться к тому, что сказала премьер-министр Великобритании, мы и президент Соединенных Штатов, можно по басне Крылова. Мы пахали. Мы пахали. То есть она где-то, какая-то вошь на хребте вала, она пахала. То есть никакого отношения это не имеет. Есть традиционные отношения между Соединенными Штатами и Великобританией. Они будут. В отношении НАТО достаточно Соединенным Штатам исполнить правила НАТО и свести свое участие до 2%, бюджет НАТО решится четверти миллиарда долларов из 900. И тогда посмотрим, что будет с НАТО. А эти деньги ему нужны. Пока бюджет Соединенных Штатов военный меньше, чем его Соединенные Штаты вкладывают в НАТО. И это основная причина, что интересует в НАТО именно Трампа. Четверть миллиарда долларов. Второе. Не идет речь о новом порядке. Новый порядок – это другой порядок. Идет речь о новом правопорядке. На каких условиях будет существовать международное сообщество. Это не порядок. Это правила поведения. И они подразумевают. Никто не вмешивается во внутренние дела государства. И речь идет не только о военном вмешательстве, а вообще. Об этом говорил Трамп. И об этом будет идти речь. И это будут правила общения. Порядок – это что-то жесткое. Когда кому-то что-то предписывается. Тут никому никто не хочет больше предписываться. И это то, о чем говорил Трамп. Это то, о чем об этом говорил президент России. А давайте установим нормальные цивилизованные правила международного общения. Каждый у себя дома живет так, как ему нужно. Никто никому не предписывает. Ни во имя демократии, ни во имя Бога, ни во имя чего. Все войны и все жестокости были во имя высших идеалов. И поэтому и речь не о новом порядке, а о новом правопорядке цивилизованного международного общения. И ничего больше. А Великобритания, военная мощь Великобритании и все остальное, оставим это историкам. У Великобритании нет военного будущего. Но Британия же сама со страхом заявила, сколько она может противостоять России в случае прямого военного конфликта. Они ошибаются. Они преувеличивают свою силу. Но они-то считали меньше суток. Ну, у британских премьеров с правилливости ради всегда называли все-таки американскими пуделями, а не насекомыми. Но, конечно, сейчас мир меняется очень сильно. Мы живем в очень-очень... Нет, надо отметить, что это выражение не из российского политического лексикона. Это из британского политического лексикона как раз. Но мы с особым удовольствием это повторяем. Но... То есть, где у господина Никонова было особое удовольствие? Почему в нашей стране каждый либерал заодно считает себя Юнгом и Фрейдом в одном лице? Не каждый. Не каждый. На самом деле, вот тот миропорядок, который сейчас перестраивается, он ведь родился не в Ялте, не в Потсдаме, он родился после Холодной войны. Это был однополярный миропорядок, когда, собственно, мировым правительством выступали, ну, в разных теориях, либо сами Соединенные Штаты, которые имели могущество больше, чем Римская империя в свое время по управлению миром, либо Соединенные Штаты вместе с союзниками через блок НАТО и международные финансовые институты. Это был глобальный, вот этот либеральный миропорядок, в котором действительно Россия находила место только как побежденная держава, которую вытирали ноги или, в лучшем случае, игнорировали. Вот этот мировой порядок точно уходит в прошлое. Прежде всего, потому что у Соединенных Штатов не оказалось невозможностей для глобального доминирования, ни, как мы выясняем сейчас, их желание это делать. Трамп откровенно в своей инаугурационной речи сказал о том, что надо признавать наличие у других государств собственных национальных интересов. Это очень прозвучало, я бы сказал, революционно из уст американского президента, которые никогда не признавали наличие национальных интересов ни у кого, кроме США и их союзников. Конечно, никто не собирается сейчас распускать блок НАТО, но хотел бы обратить внимание вот на что. За все годы существования этого блока, ну скажем, пресса, политики НАТОвских государств не позволяли себе каких-то очень резких выпадов в отношении американского руководства. За небольшим исключением, может быть, вот этого начала Иракской войны. Сейчас 90% того, что можно прочесть в европейских газетах и Соединенных Штатах, это такой негатив, которого не было вообще никогда. То есть это действительно страшный такой раскол трансатлантический, которого никогда раньше не было. Это тоже фрагменты вот этого новой системы. Что получается? Что будет? Сейчас, ну, чаще всего используется термин, хотя он очень спорный, такая новая нормальность. Что будет новой нормальностью в мире при Трампе, Путине и в мире Брексита? Это разное есть мнение, но очевидно, что это будет, это уже признано, что это многополярная конструкция, в котором полюсами выступают все-таки крупнейшие державы. Сейчас, в последнее время, начал использоваться, например, такой термин, как «сирус». «Си» – это Китай, Индия, Россия, Соединенные Штаты. Что может быть, это будет четырехугольник. Бжезинский не так давно выступил с речью, где он говорил о необходимости создания треугольной такой системы Соединенные Штаты, Россия, Китай. Мы выстраиваем самого разного рода схемы, связанные с единым евразийским пространством, пространством Большого Шелкового Пути, которое может включать в себя и Европейский Союз. Очевидно, что сейчас будет очень серьезное переформатирование. И в ближайшие годы, не месяцы, мы действительно поймем, что будет новой нормальностью и что будет новым мировым порядком. Но для меня очевидно, что в этом миропорядке одно из решающих мест будет принадлежать нашей стране. Я хочу сказать пару слов о защите Великобритании, которая, если я не ошибаюсь, четвертая экономика ЕС. То есть не надо мерить все военной мощью, и все-таки насекомые, я тут совершенно солидарна с либеральным коллегой, есть какие-то все-таки пределы. То есть я согласна на Путина, но я согласна на насекомые. Я так дефинировала. А, Волл? Волл вас не пугает? Нет, я как-то спокойно отошу их животных. Правильно, но тогда это же Крылов. Несчастный Яков процитировал Крылова. Но, я можно скажу все-таки, да? И по муравей нравится, а стрекоза оскорбительно, да? Я бы не преувеличивала значение речей Терезы Мэнни в коем случае. Она умеет их говорить в неправильных местах. Она даже программную речь по поводу Брексита сказала не в палате общей, а на журналистам. То есть в этом смысле, ну, как бы странное поведение. Но она ведь сейчас в процессе торговли, переговоров. То есть она использует каждое свое слово по ту или по эту сторону Атлантики в совершенно конкретных целях, и это абсолютно понятно. Но я бы вернулась к вопросу о совместной борьбе с ИГИЛ и решении сирийского кризиса. Мне эта история, я вот была в июле в Дамаске и в декабре. И что-то мне показалось в декабре, что, собственно, Ассад уже практически выиграл. И поэтому, почему такое ликование о приходе американцев, мне очень понятно. Мне эта история про второй фронт. Они как бы приходят, когда все уже сделано, снова. Они не в Сирию приходят, речь не о Сирии. Нет, речь идет как раз не о Сирии и Сирии. Речь идет о борьбе с исламским государством по всему миру. Ну, о чем они там говорили свои 45 минут? Извините, я вас перебила. Никто ведь не знает. Нет, это как раз понятно. Поэтому я не исключаю, что возможно включение не только там Сирии и Ирак, но и других стран, в частности в Африке, где влияние исламского государства... Я готов объяснить этот разговор. Готов объяснить. Речь идет о влиянии Соединенных Штатов, так же как влияние Турции, на определенные силы оппозиции. То есть попытка со стороны России, чтобы все силы оппозиции, которые конструктивно вступили в переговоры о будущем Сирии, перестали воевать. И часть оппозиции находится под влиянием Соединенных Штатов, Саудовской Аравии и Катара. И именно эта проблема, потому что оппозиция под влиянием Турции уже вступила в переговоры. Я бы выделил другой здесь момент, честно говоря. Я считаю, что главный слом, хотя это тоже имеет место, я об этом скажу, но главный слом в позиции Соединенных Штатов стоит в радикальной смене приоритетов при Трампе. При Обаме приоритет был свержение Асада. И Обама это сказал три года назад, что дни Асада сочтены, стал заложником этой формулы. Как выяснилось, были сочтены политические дни Обамы, потому что все знали, когда он покинет Белый дом. А Асад остается, и еще, я так полагаю, весьма долго останется руководителем Сирии. Так вот, теперь приоритет это борьба с ИГИЛ. А Асад, союзник, де-факто, конечно, Трамп это не может заявить. Конечно, он будет говорить, что мне Асад не очень нравится. Но, по сути дела, сирийская армия становится союзником России, она и была союзницей России. И теперь, если американцы включатся в эту борьбу с ИГИЛ на территории Сирии, то и союзницей де-факто Соединенных Штатов Америки будет это признано или нет. Это вот главный слом. Второй слом. Если приоритет борьба с ИГИЛ, то нельзя поддерживать Джабхата Нусру в Идлибе и так далее. Нельзя давать ей оружие через умеренную оппозицию. То есть, я думаю, что Соединенные Штаты сильно ужесточат свои отношения с вооруженной оппозицией Асаду, либо предложат ей присоединиться к действиям против исламского государства. Здесь тоже будет серьезное изменение. Что касается разговора относительно того, кто выстраивает нынешний мировой порядок. Трамп действует во многом вынужденно. Если бы у Соединенных Штатов все было замечательно, и Обама оставил бы ему полный контроль над Ближним Востоком, в Европе все было бы хорошо, отношения с Китаем были бы выстроены, то Трамп бы не пошел по этому пути. Зачем отказываться от хорошего наследства? Обама ему во внешней политике оставил полуразрушенное наследство. И поэтому Трамп сейчас пытается не из позиции силы. Я не считаю, что США сейчас выступают с позиции силы. Я считаю, что США выступают с позиции, когда они еще имеют возможность оказать решающее влияние на ход событий, но во многом вынуждены. Почему Трамп хочет хороших отношений с Путиным? Я допускаю, что у них может быть взаимная симпатия, и Трамп уважает Путина как авторитетную фигуру. Но самое главное, потому что поразить ИГИЛ, скажем, и выбить ее из раки без России, Трамп прекрасно понимает, ему не удастся. Я сейчас должен буквально на секунду прерваться, а потом сразу Господин Морозов и Господин Михеев. Только заметьте, нам столько лет говорили, сейчас продолжают говорить, главное, экономика, наплевать на вооруженные силы, не обращать внимания на ВПК, это все не важно, кого волнуете вообще вы России, вы на каком-то там месте ВВП. Ага. Выясняется в конечном итоге, что когда шелуха-то слетает, все смотрят, можешь ты решать военные задачи или нет, и с тобой разговаривать не в зависимости от твоего объема ВВП, а от того, какие боевые задачи, насколько эффективны, настолько жестко, ты решаешь по всему миру рекламу. АПЛОДИСМЕНТЫ За этим разговором очень много нюансов, но также мы должны четко понимать, что происходит на наших глазах, вот прямо такие колеса истории, начиная движение совершенно в обратном направлении. Не случайно сейчас марша протеста в Америке, потому что то, что вдруг стал реализовывать Трамп, начиная от строительства, правда, и так существующей стены с Мексикой, потому что там и так какие-то сооружения есть. Но не такой высоты. Не такой высоты, но и так ограничения были. И кончая тем, что сейчас происходит в аэропорту Нью-Йорка, куда люди приезжают из стран, где сказано теперь, они нежелательны, и воспринимаются очень многие, как откровенно антимусульманские, а не антитуристические акты. И уже в Европе очень активные протесты, и мусульманин мэр Лондона очень жестко высказал, и Меркель жестко высказал. В Ираке шииты говорят, что исходя из этого надо американцам запретить въезд. То есть идет отказ от традиционной риторики, которая была в Америке много-много лет. И когда это вдруг стало отражаться на человеческих жизнях, тут же американские представители саморастного проекта говорят, тогда у нас что, игроки национальной баскетбольной лиги не могут перемещаться, которые попадают под эти ограничения для мусульман? А мы как великая мусульманская страна. Ведь Россия великая мусульманская страна, не только великая христианская страна. Должны что сказать? Нет, все нормально? То есть это же Трамп задает сейчас такие тренды, когда она будет очень четко отличать. Мы говорим, где террористы, а где истинные религиозные деятели? Где борцы за свободу, а где негодяй и мерзавцы отрезающий голову? И это все дискуссии, которые на наших глазах начинаются. И простых ответов ни у кого нет и быть не может. Ну, мне так кажется. Владимир, как раз про колесо истории и про простые ответы. Дело в том, что до недавнего времени, практически до сегодняшнего дня, все современное мироустройство, там миропорядок или правила, там разные можно термины использовать, строилось на неких аксиомах. Ну, аксиомы, понятно, да? Это то, что принимается без каких-либо доказательств. Как и в Клид. Параллельно никогда не пересекутся. Потом появляется Коля Лобачевский, который говорит, почему? А если изогнуть пространство, оказывается, пересекаются. Так вот, мироустройство было построено на неких аксиомах, которые почему-то принимались как безоговорочные. Ну, например, Америка превыше всего, Америка везде, да? Аксиома политическая. На этом был построен однополярный мир. Союз Европы и Америки – это основа миропорядка современного. НАТО – это основа современной безопасности. Россия – это противник, он всегда противник, и поэтому только таковым и нужно его считать. Ассад – это хуже, чем ИГИЛ. Вот, ну, я могу и дальше продолжать ряд про мусульман, про то, что связано с миграционной политикой, на всякий случай. Соединенные Штаты Америки – это страна номер один по количеству мигрантов, включая незаконных. Это гигантская проблема и для экономики, и для менталитета, для образа жизни. И как выяснилось, для голосования. Для всего. Потому что вдруг выяснилось, что хотя у них не было права голосовать, но тем не менее, по подсчетам определенных ученых, от 800 тысяч до нескольких миллионов взяли и проголосовали. Это так, когда нам рассказывают про нарушение у нас на голосовании. Да, и вот я как раз хочу сказать, что вдруг, неожиданно, сегодня ситуация в мире меняется именно потому, что люди, от которых действительно зависит очень многое в современном мире, одного из них зовут Дональд Трамп, он задает вопросы, на которые всегда были уже известны ответы. Он говорит, а вот отношения с Европой, благостные между США и Европой, это всегда так? Это по определению? Или там есть вопросы, на которые бы надо найти ответ? А НАТО? НАТО – это всегда хорошо для Америки в том виде, как это есть? Это всегда основа безопасности или нет? И вот о чем говорилось до меня, ведь недооценить то, что сегодня Трамп после разговора с Путиным дал соответствующие поручения ответить на вопрос, кто реальные союзники Америки в борьбе с ИГИЛ, это прямое следствие вот этого нового мышления, этого разговора и так далее. То есть это на наших глазах формируется, ну если я правильно понимаю, международная коалиция, которая наконец-то ответила на главный вопрос. А кто самая главная сегодня угроза миру? Россия, Китай или все-таки ИГИЛ, с которым нужно сначала разбираться, а потом уже выстраивать дальнейшие отношения? Поэтому я хочу закончить свою мысль. Если мы действительно присутствуем при том, что со скрипом, но колесо истории начинает довольно заметно меняться, и не видеть этого, не понимать, что мы присутствуем при новом осмыслении современных проблем, мне кажется, невозможно. Сначала вдогонку вот этой дискуссии про мировой порядок, но Трамп действительно очень интересный человек, но мне лично не кажется, что у него в голове есть проект нового мирового порядка, если честно. Он действительно скорее реагирует на то, что происходит, чем имеет какой-то план, проект и так далее. Он задает вопрос, что у него огромное количество проблем, и как он с этим будет проблемой справляться, это еще посмотрим. Это будет очень трудно, во-первых. Во-вторых, мировой порядок это все равно что-то, что де юре оформляет то, что уже сложилось де-факто. Вот невозможно взять, как господин Станкенович предлагал, встретиться там Путину с Трампом и изобрести новый мировой порядок. Не получится. Может быть, в Ялте это было возможно тогда, когда, так сказать, никого мощнее больше не было, да, после разгрома нацистской Германии. А сейчас это просто невозможно. Если даже вы захотите это сделать, скорее всего, у вас будет проблема, потому что тот порядок, который вы придумаете, он провалится у вас на глазах. Потому что есть Китай, есть Индия, есть, хотите не хотите, все-таки Евросоюз, да, есть масса других стран, тот же мусульманский мир. Поэтому, мне кажется, как раз было бы опасно сейчас пытаться взять и на двоих сочинить мировой порядок. Более того, это как раз может быть той ловушкой, в рамках которой нам и предложат, между прочим, сдать отношения с Китаем, сдать отношения с Ираном, сдать отношения еще с кем-нибудь там, да, о чем, между прочим, многие либералы тоже сейчас вот говорят. И мне кажется, мечтают. Давайте вот вы с Трампом договоритесь, да, сочините там что-нибудь, вы по ходу дела сдадите то, это, пятое, десятое, но американцы все равно останутся при своих. Поэтому, мне кажется, сочинять этот мировой порядок не имеет смысла. Вот надо посмотреть, как это, действительно, эта новая конструкция сложится, и тогда, может быть, из этого последуют какие-то юридические выводы, система договоренности или что-то в этом роде. А иначе это просто пройдется в пшик, и провалится и Трамп, и мы, и все это дело как бы рассыпется, и, боюсь, что не в нашу пользу. А что касается, да, и что касается, так сказать, проблемы даже отношений с Россией или того же, так сказать, миропорядка. Ну, слушайте, главное ведь, одно из главных препятствий Трампа на пути к такому миропорядку является блок НАТО. Вот мы здесь говорили про НАТО. Но, будучи внутри блока НАТО, со всеми теми странами, которых американцы настрапалили за долгие-долгие годы в антироссийском духе, у него ничего не получится сделать. Поэтому перед ним стоит задача грандиозной сложности на улучшить отношения с Россией, при этом не разрушить блок НАТО или как-то модернизировать его, и все-таки гармонизировать отношения внутри с теми странами, которые стали просто, ну, авангардом антироссийской политики. Поэтому я думаю, что с мировым порядком надо быть крайне осторожным. По поводу второй части, вот то, о чем вы, Владимир, говорили, мусульманский мир, мигранты и прочее, прочее. Но здесь тоже есть такой довольно интересный парадокс. С одной стороны, действительно, Трамп просто стал называть вещи своими именами. Ну, всем понятно, что от мигрантов масса проблем. Ну, понятно это, да, это очевидно. Это есть в США, есть в других странах мира. Он не может об этом не сказать. Он пытается говорить со своими избирателями честно и прямо и открыто. Всем известно, хотите вы или не хотите, но огромное количество проблем порождает, в том числе, и мусульманская миграция. Потому что внутри исламского мира есть проблема радикального фундаментализма, с которой сам исламский мир пока не может справиться, в том числе с точки зрения богословской. Ну, не может, де-факто, не может. И об этом тоже нельзя не говорить. Но, с другой стороны, другая сторона парадокса состоит в том, что вот этот радикализм и неспособность ислама справиться с ним подогревались все эти годы теми же Соединёнными Штатами Америки. А кто спонсирует эти вещи? Саудовская Аравия. А кто их главный идёолог? Саудовская Аравия. А кто помогает Советам Саудовской Аравии все эти годы? Соединённые Штаты Америки. Кто даёт им возможность этот радикальный ислам насаждать? И кто не даёт возможность внутри ислама провести, так сказать, какую-то даже богословскую дискуссию? Потому что это Саудовская Аравия определяет весь этот дискурс. А американцы обеспечивают силой то, что Саудовская Аравия может быть монополистом в этой сфере. Поэтому, да, насчёт мигрантов он, как бы, с одной стороны, прав, и его избиратели свои понимают. Но если говорить о более глобальной ситуации, несомненно, не изменив своего отношения с целым рядом своих ключевых союзников на Брежнем Востоке, он с радикальным исламом ничего не сделает. Я почувствовал, что есть возражение внутреннее. Я просто не могу согласиться с тем, что он прав в отношении мигрантов, потому что, во-первых, такими шагами он способствует радикализации американского общества, безусловно, и создаёт почву для этой самой радикализации среди мусульман. Во-вторых, это семь стран, среди которых... О чём и было заявлено многими исламскими странами. Это так и есть, конечно. Кроме того, я могу сказать, что он добавляет, он намозивает эту почву. Это абсолютно очевидно, потому что возникает огромное чувство отчуждения мусульманской общины. Это глупо, это неправильно. На эти грабли мы наступили в Маленбеке в Брюсселе. Этого просто нельзя делать. А кроме того, его аргумент прекрасный был, что он напомнил о терактах 11 сентября. Так вот, и исполнительных терактов не было граждан семи стран, когда бы запрещен в ВСАА. Это полная диктость, и чему только предстоит совершенно непонятно. Нет, а Сергей как раз и не оправдывает, Сергей констатирует. То есть здесь... Он сказал трижды, что в отношении этой общины, конечно же, там прав. Но послушайте, в Маленбеке вы на другие грабли наступили. Вы наступили в Маленбеке на очень простые грабли. Вы решили, что на территории Европы есть зоны, где не действуют европейские законы. Закон там действовал? Нет, не действовал. Просто мы на этих языках не говорим. Нет, ничего подобного. Там как раз закон не действовал, полиция тогда боялась входить. Вы решили, что можно создавать зоны мультикультурализма, и что всё с собой рассосётся. Это европейский провал многолетнего подхода. Вот эти люди, они уроженцы, они третье поколение. Слушайте, два слова, это... Они третье поколение, которое воссоздали там, не Европу. Да, 29 мечетей, 6 квадратных километров. Секунду, два слова. Ну, слушайте, вот на эти грабли вы наступили. Потому что фактически вы всех призываете бесконечно врать. Вот не вы лично, а я имею в виду европейская концепция. И от этого и Трамп хочет уйти. Ну, нельзя всё время называть белое чёрным, или чёрное зелёным, и так далее. Потому что грабли в Молинбеке были такие. Вы на самом деле сделали вид, что внутри этой диаспоры всё хорошо. Что они стали европейцами, что проблем никаких нет. А как вы могли не знать? И друг другу, секунду, и друг другу врали об этом, да? И других тоже заставляли врать. В этом проблема-то, понимаете, вот это поликторетное толерантное враньё, оно и завело мир вот в ту ситуацию, в которой оно сейчас есть. Это не враньё, это безграничная глупая наивность. Ну хорошо, если кто-то может найти в политике разницу между глупой наивностью и враньём, я за них рад. Я думаю, дело не только в том, что Трамп недоволен внешнеполитическим наследием Обама, о чём господин Пушков говорил в прошлой части. Он, та часть элит, которую он представляет, недовольны тем, как развивалась глобализация после 90-х годов. Период безудержного оптимизма по поводу этой глобализации, концепции конца истории и им подобные. Сменился глубоким разочарованием части западных элит. В чём? Первое, вызов глобального Востока, я имею в виду Китай, новые индустриальные страны Восточной Азии, потому что выяснилось, что они быстро из сборочного цеха, людей, которые выполняют достаточно простую и дешёвую работу, стали превращаться в новых, круглосильных промышленных игроков, что туда стала сдвигаться прикладная наука, и что уже не только самые простые операции, но и сложные, наукоёмкие, хорошо оплачиваемые рабочие места, стали сдвигаться в Восточную Азию из Соединённых Штатов, из других стран западных. И сейчас они хотят отыграть ситуацию назад, и этому способствует новая промышленная революция, возможности роботизации. То есть в 60-е годы фантасты думали, что всё будут делать роботы, значит, уже в начале 21 века. Всё стали делать китайцы. Вот именно потому, что всё стали делать китайцы, не произошло вот этого взрыва роботизации. Вот сейчас он может произойти. То есть роботы в бешенстве. Да, роботы в бешенстве, и сейчас будет реванш роботов. Потому что только это позволит западным промышленным державам сохранить своё лидерство на следующее десятилетие и обеспечить мягкую посадку Китая. И второй вызов – это вызов глобального юга, вот то, о чём мы сейчас говорили. Потому что если раньше, там, все эти, ещё в Афганистане, советская война в Афганистане, маджахеды рассматривались как, значит, злобные, несколько опасные, но в целом скорее полезные противники Советов, просто как инструмент, то чем дальше, тем больше стало понятно, что они уже внутри. И вот те выходцы из мусульманских стран, которые в Европу приезжали в 60-е, 70-е, 80-е, 90-е годы, они, конечно, не были нисколько заражены исламским радикализмом, но не были. А вот их дети и внуки оказались уже адептами этих учений. И понятно, что актив, он в меньшинстве, их немного, активистов. Но по опросам треть молодёжи поддерживает радикальный исламизм, поддерживает правление шариатское, поддерживает лозунги в духе, значит, «You're up is a cancer, Европа – рак», «Islam is a answer», «Ислам – ответ». Вот это треть молодёжи в Европе. И получается, что динамика-то негативная. Чем дальше, тем больше. Вам сколько в Эстонию прислали мигрантов? Да, отсутствие, простите, я сюда возражу, если можно. Это потому, что, мне так кажется, это отсутствие левого движения в Европе. Это альтернатива левому движению. Абсолютно с вами не согласен, смотрите. То есть они просто, подождите, да, они просто, так сказать, не имеют вот эту выхлопу, потому что наша социал-демократия круглая, уютная и очень такая паркетная. А Ленин предупреждал о вашей социал-демократии. Смотрите, на самом деле, сейчас просто надо уже принять как факт, что многие, в том числе и леворадикальные протестные идеи, будут формулироваться на языке исламского фундаментализма. Потому что этот язык сегодня сильнее, чем язык левых идей. И поэтому, чем меньше, тем лучше иммиграции из стран, которые составляют группу риска. Но тут мы немножко опоздали в Европе. А мы еще не опоздали. А мы еще не прошли. Так, к нам ломится. Сколько прислали-то мигрантов? У нас, я говорю, 92. 92 человека. Причем мы их тщательно отбирали, как кофейные зерна. 92. Но вы понимаете, что за фразу «как кофейные зерна» на вас могут подать в Европе суд? Могут. Понимаете, да? Но я не это имела в виду. Да, о чем речь? Просто вы упрекали нас за то, что мы вот что-то там про животных, а сами про кофейные зерна. Как вы могли? Ну, я к тому, что... Да-да-да, я вас поняла. Иногда образность мышления не подразвивает никакого негатива. Поэтому не надо ограничивать себя в образности мышления. Насчет Моленбека. Я не знаю, что там думали в Бельгии. Израильский журналист три года назад снял фильм. О Моленбеке. О мусульманах. Он с ними говорил. Они думали, что он мусульман. Он молился с ними, он говорил. И все его собеседники говорили. Спокойно, нормально, на чистом арабском языке. Мы установим здесь наш ислам. И он показал это по израильскому телевидению. Мы все это видели. Это была целая серия. И в Моленбеке, и во Франции, и в Швеции. То же самое. Все его собеседники, с которыми он говорил. Все погибли в рамках ИГИЛа в Сирии. Потом, то есть, израильский журналист в Бельгии, в Брюсселе мог их найти. А бельгийская полиция, бельгийская служба безопасности, французская, шведская. Они их не имели представления. Вот такой результат. Так что же вы хотите? Так, как говорила моя бабушка, так вы и выглядите. Реально важно. В какой организации работал израильский журналист? Скажите там. Угадай. В 10-й израильский канал. Он ни в какой организации. Хороший парень. Кто ему дал наводки? Но здесь надо отметить, что... Он просто хороший профессиональный журналист. Он служил в армии, он служил в ВДВ. Да, обожает свою армию и служит в армии. Приятно, что у нас сейчас эта тенденция изменилась. И приятно, что у нас на русло относиться к армии, так как надо относиться к армии, и что очередь желающих поступить. И вот это правильное отношение к армии. Это верно. Володь, мы сейчас, я думаю, мусульманскую... Мусульманскую проблему мы сейчас не решим здесь. Но я хочу обратить ваше внимание на сегодняшнее заявление господина Шойбле. Коллеги близкого... Да, но тем не менее, он видный немецкий политик, коллега Мергель по партии, член руководства ХДС и министр финансов. И он сегодня заявил, да, в нашей политике открытых дверей были совершены очень крупные ошибки. Значит, не стоило Трампу заявить, что Меркель совершила катастрофическую ошибку, и уже начинает раскалываться ваш единый политкорректный фронт по отношению к этой иммиграции. Потому что ошибки были совершены колоссальные. Я думаю, что Меркель сейчас начнет отходить от этой политики очень аккуратно. Очень аккуратно, но будет, безусловно, отходить, потому что эта линия неудержима. И Трамп, адекватно он реагирует или неадекватно, он реагирует на провал предыдущей политики в этой области. Это очень важно понять, что та политика уже проводиться не может. И ХДС это тоже пизнает. И, кстати, без этого Меркель просто не победит на выборах, которые будут в сентябре месяце. Это первый момент. Второй момент. Вот здесь мы много говорили о миропорядке. Я хотел бы все-таки сказать, что есть общие конфигурации крупных, мощных держав, которые могут начать играть ведущую роль. Но есть практическая политика. И вот в практической политике я, честно говоря, не вижу суперактивной роли в Китае в ближайшие несколько лет в решении глобальных проблем. Китай скорее будет внимательно наблюдать, присоединяться к кому-то, так сказать. Будет играть большую роль в ООН, будет лучше финансировать организацию объединенных наций. Это, безусловно, повышает свой вес. Но он не будет суперактивным игроком. Индия, у нее 600 миллионов бедных. У них главная задача вытаскивать этих бедных из бедности. Поэтому, да, это весомая держава, безусловно. Она очень важна в БРИКС и в системе глобальной. Но она не будет играть роль катализатора мировых изменений. И я, к сожалению, должен констатировать, что столь уважаемая нами Европа выпадает из активного исторического процесса, потому что у нее слишком много внутренних проблем. У нее проблема мусульманская. У нее сейчас закончится единство по отношению к России. Меркель не удержит. Венгры уже, вон, говорят, что мы не согласны, что Россия угроза. Надо менять политику, надо отказываться от санкций. Уже итальянцы призывают к отмене от санкций. Проди, Берлускони и многие другие. Европа выпадает из активного политического процесса. Как единая Европа, наверное. Ну, как единая Европа, да. Естественно, там она будет. Но она будет скорее присоединяться, вот как здесь правильно отметили. Мэй присоединяется уже к Трампу. Я думаю, что Меркель будет в той или иной форме тоже искать общий язык США, а не наоборот. Ей вы еще и выборы выиграете. У нее теперь там серьезный конкурент появился. И вот здесь, мне кажется, очень важно понять. Да еще наши хакеры. Что с точки зрения реальной политики, с точки зрения реальной политики, есть сейчас два мировых лидера. Две державы. То есть мы не хотели, но вот опять. Ну, вот так, да. Вот, понимаете? Две державы. И эти державы, это Соединенные Штаты и Россия. И персонализирован это Путин и Трамп. И посмотрите, действительно ведь, почему весь мир с замиранием ждет... Вот, а, здесь коллега ушел, Станкевич, который не хочет, чтобы... Коллега ушли. ...мир с замиранием ждал, так сказать, переговоров между США и Россией. Почему мир с замиранием ждет? Да потому что мир не знает, как решать эти проблемы. И он с радостью воспримет инициативу, если она будет совместная, разумная, конструктивная, которая пойдет от Москвы и Вашингтона. Поэтому у мира нет других лидеров сейчас, кроме России и США, или США и России. Ставьте местами, можете менять. Вот это наиболее активные силы. Остальные, да, они еще, может быть, в перспективе, конфигурации, треугольники, пятиугольники. Но сейчас есть две державы, от которых зависит решение конкретных кризисов, крупнейших. Это мы и Соединенные Штаты. Да, но это же крат всего традиционного либерального мышления, что главная экономика наплевает на армию. Потому что как раз две страны, которые могут тихо, спокойно уничтожить друг друга, из-за одной весь мир, оказывается, и решают всю реальную политику. То есть, получается, реальная политика – это не про ребят с деньгами, а про ребят с серьезным вооружением. Вы правильно сказали про реальную политику. Если брать основную тему, которую сейчас Трамп и Путин обсуждали, это, скорее всего, борьба с терроризмом. Первые контакты были неофициально в Астане. К сожалению, Трамп не смог прислать официально свою делегацию. Там был представлен послом Соединенных Штатов. Но разговоры уже по координации действия, по борьбе с ИГИЛом идут. И в ближайший месяц, наверное, уже будет план составлен. И вот здесь правильно было сказано, что сирийская армия становится союзником, потому что кто-то должен будет входить в Пальмиру и дальше в Дерезор. Операция на Идлиб, скорее всего, будет пока приостановлена по просьбе Турции. Но, опять же, позавчера очень хочу отметить то, что фронт Аль-Нустра заново поменял свое название. Вошел в коалицию с пяти новыми группировками и заново мутировал. И поэтому вот здесь Саудовская Аравия, Катар, заново, опять же, мешают вопросу по размежеванию. И здесь сейчас будем ждать позиции Трампа. Также Турция. Вроде бы союзник в Астану приезжали, договаривались. Как Трамп сказал, что он будет создавать бесполетную зону над Турцией, Эрдоган сразу сказал, что нет, Асад опять же должен уйти, ему нет места. Мы же самые первые. На Сирии. Да, по Сирии. И вот здесь получается то, что Турция одной ногой туда, другой ногой сюда. Тоже Эрдоган ждет. Кстати, вы обратите внимание, до сих пор Трамп не позвонил Эрдогану. Сегодня вечером он будет разговаривать с аудитами, а Эрдогану Турции пока не позвонил. Есть очень большие разногласия. Ну вот у нас, например, мы сейчас с Трампом, вроде бы все хорошо по борьбе с терроризмом, но у Трампа есть очень жесткая риторика по поводу Ирана. А Иран является гарантом определенных договоренностей по Сирии. Так же пока непонятно. Просто его заявление предвыборной кампании очень хорошо, очень интересно. Но здесь тоже было сказано, вот семь стран запретили въезд мусульманам. А ведь Саудовская Аравия, откуда пошел весь терроризм, все атаки 11 сентября. Откуда был Ладен, кстати. Откуда был Ладен, принц является там. Не было бы запрета. Просто Трамп это сбросил от того, что он, да, я выполняю свою предвыборную кампанию. Вот он подписал на 120 дней, вряд ли будет продлевать. И Афганистан не был, заметьте. И Афганистан не был, где они там. Я прошу прощения, но здесь есть важный момент. Вот эти семь стран, которые Трамп ограничил въезд, это те страны, где внутренний конфликт, где идет война. Где есть террористические организации, которые активно действуют. И Ливия, и Афганистан, и Ирак, и Сирия. А в Саудовской Аравии стабильность, там как бы террористы на экспорт оттуда идут. Они не внутри действуют. Афганистан, что Иран, да? Нет, Иран есть, но там нет внутреннего конфликта. Да, я об этом говорю. Здесь просто идет... Ну, Иран, это просто он его не любит. Да. А вот то, что он сейчас... И все. Но опять же, смотрите, когда он заявляет, что он будет пересматривать с Ираном ядерные договоры, ядерные программы, там же подписывали 6 стран. Он может вообще заново не решать проблему региону, а заново схлинута эта война между шиитами и суннитами. Саудиты же дальше будут покупать оружие. То, что сейчас происходит в Йемене, в юго-западе Йемене, у Баб-Мандипского пролива, там же вообще сейчас идет мировая битва. Там и французы, и англичане, и американцы, все подряд. Вот сейчас пока... Только СМИ об этом молчат. А потому что там не выгодно. А страшные гуманитарные катастрофы, и СМИ молчат. Европа не сбрасывает части манекенов к посольству Саудовской Аравии. Европа не замечает трагедию, потому что там уже нет русских. 92 гражданина. Вот вопрос в Европе. Сколько они своих муджахедов отправили в Сирию? Как европейские муджахеды, которые ездят в Сирию, воюют с ИГИЛом фронтом Альнуса, спокойно возвращаются к своим семьям, обнимают своих детей, живут. Вот пожил месяц в Париже, заново на Ближний Восток воевать. Притом, как правило, живут на день, который выдает доброе государство. Это же все французы, это не беженцы, это не мигранты, это французы, которые жили. Франция знала, где они находятся, бельгийцы знали, где они находятся. Просто на то время было им нужно уничтожать Ближний Восток. А сейчас, когда европейцы получают всё назад, они начали голову чесать. И поэтому скоро они прибегут в Москву, скажут, давайте будем координировать действия. Алан прибегал, потом приходил их авианосец, постоял-постоял и ушёл. Ему Обама не дал. Для того, чтобы играть решающую роль в мировой политике, конечно, важна военная сила, важна экономика, но гораздо более важна субъектность и готовность проявлять политическую волю. Ясно, что Европейский Союз сейчас с точки зрения геополитических игр бессубъектен, и там некому проявлять соответствующую политическую волю. Также, кстати, и в Японии она достаточно бессубъектна, поскольку ориентируется больше на Соединённые Штаты Америки. Что касается Китая и Индии, это очень сейчас становятся субъектные страны, которые действительно будут проявлять волю к политическому лидерству, и поэтому я бы их из мировой карты сейчас не исключал. Вообще субъектность играет очень большую роль. А можно сделать так, просто из-за жёсткого графика? Я сейчас небольшую рекламу, а потом сразу продолжим про субъектность. Можно? Небольшая реклама, иначе вы не узнаете, что такое субъектность. Прервал на полусловие, но, к счастью, не сбил в полёте. Так вот, в политике очень важна субъектность, возможность сформулировать свои цели и проявить политическую волю для реализации. Россия является одной из тех стран, которые эту субъектность проявляют. Очень многое ведь зависит от человека. Мы видим, какая разница – Путин, Ельцин, Обама, Трамп. Очень многое зависит от лидеров, от тех, кто принимает решения. Вот вчера, когда Путин и Трамп разговаривали, была заставка в Белом доме, а Трамп представил реально тех людей, которые будут заниматься Россией. Почти всех. Что это за люди? Руководитель администрации президента США Примус, грек, православный, сторонник традиционных христианских ценностей. Генерал Флинн, бывший руководитель разведывательного управления Пентагона, представляет те круги американских военных, которые считают, что с Россией лучше дружить, чем против нее воевать в разных местах, и, кроме того, выступавший на канале Russia Today неоднократно. С Путиным рядом сидел даже. С Путиным рядом сидел. Стив Бэннон, который сейчас является главным стратегом, chief strategist в администрации. Очень серьезный человек. Очень серьезный человек, крупный бизнесмен, бывший моряк, идеолог. Но он идеолог именно ультраконсервативный, в том смысле, что все эти либеральные ценности, которыми нас пичкали на протяжении последних десятилетий, для него абсолютно неприемлемы. Он является противником всех тех либеральных ценностей, будь то однополые браки, будь то, я не знаю, продвижение интересов какой-то оппозиции, или поддержка национально-осводительных движений, на самом деле террористов. Но я думаю, что вице-президент Пент скорее там был как представитель переходной команды, и там еще не было Тилерсона, по понятной причине. У него в понедельник утверждение в Сенате, и они хотели светить в этой кампании людей, которые ведут разговор с Путиным, чтобы облегчить ему избрание в Сенате. Так я хочу что сказать. Тилерсон, кстати, имеет непосредственный бизнес-интерес и в России, ExxonMobil, участвует в сахалинских проектах. Имел. Имел, естественно. Это люди, которые имеют либо непосредственный интерес в хороших отношениях с Россией, либо имеют общие ценности. То есть мы все время говорили, что у нас вот ценности, у нас разрыв ценностей, потому что мы, Россия, не принимали вот те либеральные ценности, которые нам предлагали и так далее. Так вот, выяснилось, что мы никуда, опять же, не уходя, мы оказались в одном во многом ценностном ряду с теми людьми, которые сейчас будут принимать решения по американской внешней политике. Это, между прочим, на мой взгляд, очень серьезная вещь. Вообще, вот победа Трампа, это ведь еще очень серьезный идеологический поворот от либерального глобализма к традиционализму, традиционализму, который воплощался в значительной степени в тех ценностях, которые предлагала и администрация президента Путина, за которой выступает во многом Израиль, во многом выступает исламский мир, выступает Китай, выступает индуистская цивилизация. На самом деле, большинство человечества является носителями именно традиционных ценностей, которые мы и воплотили в своей политике. Мне вот только одно смущает, но смущает довольно сильно. Вот сейчас, ну, очень многие возмущаются таким отношением к мусульманам, которые продемонстрировал Трамп. Но почему те же самые люди не возмущались в довольно похожем отношении к России и к россиянам, когда это было продемонстрировано? Потому что антироссийская риторика, которая была в западных СМИ, была совершенно уничижительная. То, что писали, скажем, западные СМИ по поводу де-факто чуть ли не пятой каталонной, которая представляет выходца из России в Европе, было просто на уровне истерии. Меня удивляют вот эти двойные, тройные, четверные стандарты, от которых, по-моему, надо отказываться раз и навсегда. Вот просто надо забывать о такого рода подходах, как чуть что не случится, русский хакер. А вот наверняка взломает русский хакер. А вот здесь, а всё равно будет влияние России. Что, чего, почему, неважно. Уже выданы индульгенции, что бы ни делали русский хакер. Аксиомы. Аксиомы, да. Ну так же нельзя, это же неприлично. Понятно то, что весь мир будет возмущаться политикой Трампа. Только я вам скажу, когда христиан изгоняли из Диновеев в Ираке, все молчали. Когда сирийцев изгоняли из Хабора в Сирии, все молчали. Когда террористы заходили в Малюлю, весь цивилизованный западный мир молчал. Подождите, подождите. Когда уничтожение, ну практически геноцид из Идов, все молчали. Все молчали. Когда было сказано впрямую, что задача якобы оппозиции, это уничтожение алавитов, просто как регулиозные группировки, все молчали. Когда палестинцы на полном серьезе вдруг не заметили, как куда-то делась существенная доля христианского населения Палестины, все молчали. Сейчас один процент остался. А вот с другой стороны, когда говорят про Россию, я вам скажу, а кто сейчас объединяет, пытается померить исламский мир? Вот когда мы пытаемся наладить контакты по Сирии между Турцией и Ираном, это делает Россия. Когда Россия пытается наладить контакты между Саудской Аравией, опять же Ираном. Американцы что делают? С одной стороны, соглашаются на ядерную сделку, здесь Саудиты и страны залива начинают пугаться, туда пичкают оружие. Вместо того, чтобы сейчас договариваться по Йемену, туда сегодня американский спецназ спустился, вроде бы ищет Аль-Каиду. А оружие он отдает Саудитам для того, чтобы бомбить. Знаете, вот это очень такой тонкий момент. При этом погибло 10 мирных жителей, как они заявили. Пока это официально. Там больше погибших, потому что йеменцев не считают. Они же боссы. Они же не цивилизованные, не белые люди, как принято на Западе считать. А вот что коллеги с Запада делают? Вот, например, вот пошел разговор о беженцах. Ребята, а может посмотрим, почему, что происходит? Вы создаете для беженцев определенные зоны, решетки, туда ни еды, ничего не поставляете. А когда эти люди бунтуют, вы начинаете говорить, они к нам пришли. Может быть, изначально надо было говорить с союзником Паната Эрдоган, чтобы он с вами не манипулировал, когда последний миллион пустил. Он же сейчас опять говорит, что есть еще один миллион, поэтому Тереза Мэй приезжала. Понимаете, как обстановка очень сложная. Надо решать вот проблемы, где в регионе, на Ближнем Востоке. Надо Ливию пытаться восстановить, хоть как-то там кого-то помирить. Надо в Сирии наладить диалог, а не мешать там. Надо в Ирак наладить диалог между конфессиями. Надо, наконец-то, попытаться посадить Саудскую Аравию и Иран за один стол. Хватит уже. Понимаете, как воевать, кто должен был править 1400 лет назад, и люди считают это сегодня нормально. Может быть, вот здесь надо искать задачи. Ведь ИГИЛ и фундаментализм – это не просто война. Вот сейчас в Алеппо зафиксировано 30 тысяч незаконно рожденных детей после того, как вышли боевики. То, что будет в Раке, что будет в Дерезоре, там сотни тысяч детей, которые не знают, кто у него отец, который родился во время войны. Вот эти мозги, как вот это надо лечить? И вот это надо собирать международное сообщество? Нет никого международного сообщества. Международный сообщество считает, что кровавый тиран Асад с кровавым тираном российским уничтожили бедное, чистое, красивое сирийское демократическое движение, где люди ходят с платочками в белых касках и все спасают. А про отрезанные головы, про убитых детей, про миноловушки, про то, кто реально воевал на стороне – это не принято говорить. Европа этого не хочет верить. 30 тысяч странных боевиков в Сирии, которые воевали, никто не видит. Для Европы есть их правда, которая гласит – все плохие, они в шоколаде. Потому что если они признают, что все, что они говорили, была наглая ложь, если они признают, что все, что они делали, они убивали арабов на протяжении долгого времени. Джон Керри признался? Вот Джон Керри ушел, признался. Вот сейчас будем ждать от новой администрации, что они будут, какие шаги будут предпринимать? Что произойдет в Европе? Европа ничего не будет признавать. Но она начнет просто менять несколько своей оценки и своей платформы. Смотрите, в Европе об Ассаде уже очень мало говорят. За пределами Европарламента, которая является самой идеологической организацией современного мира, уже в Европе об Ассаде почти не говорят. Вы правильно сказали. Создает впечатление, что Ассад победил. Поэтому сейчас об Ассаде мало разговаривает. Ангела Меркель, вы посмотрите на ее лицо последние две недели. У Ангелы Меркель большая проблема. Она не знает... Дмитрий Константинович сегодня по ее лицу не прошел. Понимаете, она остается у власти. И она достаточно опытный человек и политически, безусловно, умный, чтобы понимать, что она не может бросать прямой вызов Трампу. И она это не делает. Потому что Германия без Соединенных Штатов не останется лидером Евросоюза. Германия может быть лидером Евросоюза, только имея особое отношение с Вашингтоном. Это совершенно понятно. И опорой США в Европе. Поэтому Меркель сейчас решает невыполнимую политическую задачу. Как не жертвуя ценностями, либеральными, как бы являясь символом, факелом... И что, первый раз в ее жизни? Да. Дочь пастора, рожденная в Восточной Германии, в первый раз в жизни будет придавать свои ценности и отказываться от своих политических партнеров. У нее вся карьера политическая на этом была построена. Она должна не бросить вот ту группу... И отец не пастор Шлаг. Это тем, который вдруг... Да, мы знаем. А то вдруг кто-то ценностями весны насмотрелся и решил, что нет, это нет. Она не должна бросить группу антироссийских настроенных государств, прибалтийских, там, Швецию, Польшу, в Евросоюзе. И она должна совершить вот этот вот политический кульбит. Понимаете? Поэтому Европа сейчас начнет меняться, но не декларативно. Они признают, ничего они не признают. Не кухонько, да? Но они начнут постепенно эволюционировать. Мы это все увидим. Для того, чтобы постепенно эволюционировать, кстати говоря, придется так или иначе менять медиа-атмосферу. Потому что медиа и экспертное сообщество, европейское, американское, они за последние годы создали столько фантомов, столько, так сказать, фейковых структур и моделей, которые в том числе во всем обвиняют Россию, о чем вы, Владимир, говорили, что не изменив это, на самом деле будет крайне сложно изменить общую ситуацию. Потому что фон должен меняться. Этот фон, он многое определяет. И он у многих огромное количество европейцев, американцев создал уже такой негатив в голове, от которого быстро отказаться крайне сложно. И, по крайней мере, для того, чтобы обосновать некие шаги, придется менять информационный фон. Интересно, как это будет Запад делать. И второе, в том числе, о чем господин Пушков говорил, Польша, Прибалтик и так далее. Если в Сирии, на Ближнем Востоке, и, по крайней мере, хоть как-то видна какая-то модель ситуативного сотрудничества, то на самом деле проблема Украины, она гораздо сложнее. Как это, в общем-то, не покажется странным, вроде бы все говорят о Ближнем Востоке, но проблема Украины сложнее. Почему? Потому что здесь придется переступить сразу через несколько барьеров. Если на Ближнем Востоке мы можем напрямую договориться, можем напрямую договориться, даже несмотря на странную позицию Турции и прочее, несмотря на противоречие по Ирану, то вот Европа станет, причем Европа восточная в первую очередь. Бывшие Советские Республики и страны странно-шарского договора, вот они станут серьезнейшим препятствием для урегулирования ситуации на Украине. А без этого, на самом деле, сближение со Штатами и какой-то компромисс будет крайне сложно достичь. Мне кажется, и украинские политики, и многие восточноевропейские политики это понимают. И сейчас они будут вставлять палки в колеса именно этому процессу. Уже начали. Закончится плохо. Палки обычно в колесах ломаются. Согласен. Сергеем, сейчас прекрасный момент для того, чтобы подложить свинью российско-американским отношениям на Украине. Это технически организуемо, это действительно может иметь большой эффект, и нужно иметь понятный сценарий реагирования. Это станет действительно испытанием для двух президентов. Важно, конечно, когда они начнут и с какой повестки. Чем дольше будет откладываться встреча, тем сложнее будет преодолеть инерцию отношений, как мне кажется. Потому что много всего накопится. И второе, повестка, вот есть темы, с которых точно не стоит начинать. Мне кажется, одна из этих тем это ядерное разоружение. Нет ничего более непродуктивного, чем обсуждать сейчас ядерное разоружение, потому что для нас это игра в одни ворота. У американцев такое колоссальное превосходство в обычных вооружениях, высокоточном оружии, плюс глобальная система ПРО, что даже относительно паритетное разоружение по ядерной триаде, по разным позициям, будет для нас фактически однозначно проигрышным. Я думаю, в России это понимают. Соответственно, это не выигрышная тема для начала диалога. Очень важно выбрать выигрышную тему. Действительно, наверное, это Ближний Восток и все. Потому что не так много именно из серьезных больших тем по Украине это клубок противоречий и там скорее серия односторонних действий, с которыми придется заставить, как бы стороны, пытаются заставить друг друга считаться серией односторонних действий. Скорее, чем договорятся. Но если посмотреть немножечко более масштабно, вот этот период деглобализации, который связан с Трампом, для чего Россия должна его использовать? На мой взгляд, для того, чтобы принять решения в русле деглобализации, которые назрели, которые соответствуют нашим интересам. Вот есть в экономике эти жесткие решения Трампа и будут еще. На этом фоне нужно приостанавливать действия ряда соглашений ВТО, которые нам невыгодны, в том числе по интеллектуальной собственности. Там есть такие кабальные еще в начале 2000-х годов подписанные нормы по интеллектуальной собственности которые являются сдерживающим фактором для технологической модернизации. То же самое касается миграции. Трамп сейчас будет делать демонстративные шаги, но надо мыслить на будущее и понимать, что в ситуации 10-20 лет климатические беженцы. Сколько их будет? Десятков миллионов. А значит ли это, что мы должны оставаться во всех этих конвенциях по беженцам, которые обяжут нас их принимать? Давайте подумаем об этом сейчас и сделаем все выводы при жестком Трампе. Пусть нападают на него, а не на нас. Что касается беженцев, то вообще-то вопрос беженцев он чисто расовый. Когда Европа встала на задние ноги, чтобы не пускать цыган из Румынии и Венгрии, это что было, из-за их опасности? Нет. Они просто не хотели цыган в Европе. Цыган особый образ жизни, это не расовое предубеждение. Это особый образ жизни народа, который называется цыгане. Вот и все. И Европа их не хотела. И лагеря цыган, которые прижигали под Парижем, это были лагеря цыган, а не просто беженцы. Проблема в поведении. Проблема не в поведении, проблема в том, что эти люди не хотят, чтобы иммигранты меняли их культуру, их уклад жизни. До этого иммигранты вливались в эту культуру. На расовой основе были и были войны мелкого масштаба, когда ирландцы приезжали в Соединенные Штаты, а не католики. Но они ассимилировались. И сегодня не отличить американца католика и американца протестанта. Нет. И китайцы, которые приехали в Соединенные Штаты, это осталось на фольклорном уровне. А сейчас боятся, они прикрывают это всякими словами, они боятся, потому что они не белые, и не европейцы. Вот поляков примут, хорошо, а вот этих не примут, потому что у них другой цвет кожи, у них другая культура. Они не ассимилируются. И вот этого боятся. И американцы, против кого ставят стену американцев? Против мексиканцев. Америка – страна иммиграции. Америка 1 января 24-го года установила закон, который установил квоты для каждой страны для иммиграции. То есть, когда иммиграция стала неконтролируемой, это проблема. И когда в Европу иммиграция, называть их беженцами, это просто безграмотность. Стала неконтролируемой, она стала угрозой. И поэтому единственный выход для проблем иммиграции, это поставить ее под контроль, соответственно, с интересами страны. А не с интересами тех, которые хотят хорошо жить. Хорошо хотите жить, живите в своей стране. Это первое. Второе – в отношении Европы. То, что произошло в Америке с приходом Трампа, у этого есть своя динамика. И в Америке, и в Европе. И динамика это к тому, что то, что сказал президент Соединенных Штатов. Он взял старый лозунг, который был сто лет назад в Соединенных Штатах, тоже в предыборной кампании. Америка прежде всего. Завтра будет Франция прежде всего. Германия прежде всего. Не превыше всего. Это разные понятия. Хотя в Германии как были эти слова, так и остались. И Венгрия превыше всего. И Италия превыше всего. Это уже не единая Европа. И Соединенные Штаты своей политикой Трамп, когда он будет заключать билитеральные отношения, это будут отношения с Францией, а не с Европой. Это будут отношения с Италией, а не с Европой. Это будут отношения с Германией, а не с Европой. А вся Европа всегда традиционно объединялась против кого? Против Германии. Франция, Италия и Великобритания. Всегда они боялись Германии. В том числе Черчилл. Для меня нет никаких сомнений, думаю, для присутствующих, что вот эта национально ориентированная политика, она сегодня выходит на первый план. Она характерна для, в том числе, того, как видит политику Трамп, на мой взгляд, и многие европейские лидеры, которые сейчас конкурируют в борьбе за власть. И вот если вот эта национально ориентированная идеология, она кладется в основу политики, то у меня появляется некий оптимизм и в части Украины. Объясню почему. Мне кажется, что до недавнего времени, ну я понимаю, так и сегодня тоже, главная проблема вот всего того, что связано с Украиной, состояла в следующем. Вот есть плохая Россия, которая чего-то не делает для того, чтобы навести там относительный порядок и всем было хорошо. Вот если Россия уступит, если Россия свою позицию переменит, то Европа получит свои выгоды и Соединенные Штаты Америки, да и Украина тоже. Мне кажется, что сейчас конструкция другая. Она такая стала биполярная, многополярная. Да, Россия безусловна, да, у нее есть своя позиция, но вопрос, а позиция украинского руководства, она не должна как-то в этой ситуации меняться? И в части, например, выполнения Минск-2. Вот я как раз, мой оптимизм стоит в том, что Соединенные Штаты Америки сегодня уже не рассматривают украинский кризис как только проблему России и только России. Это гораздо более многофакторный конфликт, где своя роль у всех, в том числе у нынешнего украинского руководства. Если оно не будет двигаться в сторону поиска разрешения кризиса, то позиции Европы и Америки, ну, прежде всего, Америки в отношении этого руководства, тоже будет меняться и отнюдь не в лучшую сторону. Я бы возразила коллеги по поводу национальных всяких политик. Мне кажется, что тот факт, что тут какая-то такая национальная ориентация происходит и у Трампа, и у Путина, это, в принципе, источник будущих конфликтов, возможно. А что касается Европы, я бы все-таки не торопилась предсказывать, что скоро все будут порознь. Знаете, у нас был такой президент Леонард Мэри, очень был такой дядечка, злодный язык, очень люблю его афоризм. Мы в дерьме. Но это дерьмо удобрение нашего будущего. Я вот надеюсь, что с Европой так и будет. Я считаю, это прекрасное завершение этой части. Да, и заметьте, не мы это сказали. Сейчас реклама на канале России. Есть такая поговорка на русском языке. С чего нельзя сделать конфетку? Ну, так, понятно, да. Евреи умеют. Да, есть еще более сложная поговорка, если кое-чем варишь, то кое-что ешь. То есть, если попой варишь, то вот как раз вот это ешь. Ну да, конечно, то есть, надо, у нас глубинные смыслы, но все-таки давайте политику приподнимем с уровня пищеварения и не будем ее опускать до уровня канализации, на чем будем звучать, как украинские политики. Но вы сами начали говорить об Украине, поэтому после небольшой рекламы поговорим о том, как Россия украла Нобелевскую премию у Петра Порошенко, он страшно рыдает. Сможет ли украинская армия по советам натовских инструкторов взять Донбасс в ползучем наступлении? И не пора ли России ужесточить свою позицию? Так вежливо скажем. АПЛОДИСМЕНТЫ В Донецке и Мариуполе опятилась на работы артиллерии и установок ГРАД. Украинская армия пытается перейти в наступление, вновь нарушая установленную линию разграничения. Киев тем временем живет своей, оторванной от реальности жизнью. Правительство разрабатывает план возвращения Крыма. МИД требует допустить его на двусторонние российские и американские переговоры, а президент Порошенко вручает государственную награду писателю Черносотинцу. Потом говорит, что это, конечно, по страшной ошибке, правда, не говорит, отозвал награду или нет. Почему Украина снова открыто манкирует выполнение Минских соглашений? И сможет ли Киев приструнить националистов, начавших транспортную блокаду Донбасса? Мне вообще кажется, что вот как только между Россией и Америкой намечается диалог, Украина в дикой панике начинает что-то творить на Донбассе. Понимая, что им страшно, ничего не может, а так как отношение очевидное, очевидно, что эта власть не способна существовать без войны, что украинская власть существует постольку и поскольку она разжигает националистическую карту и держится на штыках кровавых батальонов, они будут кормить это чудовище. Поэтому уже сейчас издают, как сказал господин Погребинский, дневники нацистских лидеров на украинском языке, чтобы вы их с радостью читали. Гибельса вам в помощь. Это ваш герой, так что вам без него никуда не деться. Опять правый сектор, опять ползучие попытки захватить территорию и приблизиться. Очень жесткие вы войны хотите, Слава, скажите прямо, вы просто хотите, чтобы один раз уже перестали сдерживать и чтобы тихо и спокойно вы увидели лицо шахтера на проспектах Киева, который скажет, как вы достали нацистские мрази. Вы мне объясните, чего вы хотите? Вы знаете, я вот каждый раз с изумлением слушаю о своей родине какие-то фантастические рассказы. Киев и вообще Украина живет спокойной размеренной жизнью. Мы рады за вас. Два раза я попросил бы не перебивать. Не получится, Слава. Дайте сказать. Два раза поднята минимальная зарплата с нового года до 8000 рублей, это чтобы вы знали. Я вас поздравляю, у вас уже рубли. Опять меня перебивают. Дайте сказать. 3200 гривен, это 8000 рублей, я специально называю цифру, чтобы следителям было понятно. А гривна просела. Дай, пожалуйста, не перебивайте. Дайте сказать, человек. Вы понимаете, есть реальная жизнь, в которой украинцы действительно выживают во многом. Но, тем не менее, эта жизнь налаживается, мы критикуем нашу власть. И то, о чем вы сказали в вступительном слове, действительно имеет место быть. Есть проблемы, которые не решаются, и проблема с коррупцией по-прежнему остра. Но, тем не менее, говорить о том, что какой-то кризис приближается или еще что-то, этого нет и близко. На самом деле, ситуация стабильна, никаких проблем. Война идет? Война идет, знаете, она затухающая. Вот мы с вами встречаемся уже не один год, и когда мы встречались с начала 15-го года, я помню, было вот Минкс-2, и такое, я даже когда стоял в этой студии, и вот вы говорили о том, тогда был Дебальцево, и все было достаточно остро, эти переговоры, и я чувствовал какое-то внутреннее волнение. Сейчас такого волнения не чувствую, потому что это затухающие бои, они ведутся по пустым территориям, то, что вы говорите, вот идут обстрелы, обстрелы ждет там, где никого нет. А три человека погибших в Авдеевке, это кто? Это то, что реально происходит, это большая линия соприкосновения, естественно, где-то... Они погибли от чего? Инфаркт, насморк? От обстрела. Кто обстрелил? Безусловно, каждая жертва это трагедия. Для кого? Для украинцев. Для Украины, по-моему, ты рады. Володя, вот он сейчас... Подожди, Слава, мне можно, я к тебе хорошо отношусь, мне можно перебивать. Я устал, присоединяюсь, не перебиваю. Вот он объяснил же сейчас, да? Он же ответил на ваш вопрос. Все стабильно. У нас туда не беженцы. Вот это их стабильно. У вас не беженцы, ваша страна, как фашистские державы, вводит ограничения на право въезда политически неугодным. Ваша страна, как фашистская держава, вводит иллюстрационные законы, запрещает коммунистическую партию. Вы с таким же энтузиазмом, скажите, я думаю, о Трампе, который запретил въезд по мере для иммигрантов. Мы уже рассказывали и выразили как раз несогласие с позицией Трампа. В отличие от вас, я не переобуваюсь на лету и не вымываю, и не вымаливаюсь снисхождение Дональда Трампа, как вы делали в этой студии. Так хочу напомнить, в отличие от вас, мы не запрещаем ВОЗ книг, изданных на Украине. Вы умудрились запретить ВОЗ, в том числе и для личных целей, любой литературы, изданной в России. Вы воплощение самых позорных страниц нацистской Германии 30-х годов. Он же четко ответил на ваш вопрос. Он говорит, а у нас все стабильно. А вот это их стабильность. Это для этой власти в Украине сегодня это стабильность. Идущая война, вяло текущая, с жертвами, со страданиями людей, с блокпостами, с этим адом в линии соприкосновения. Но это их стабильность. Вот, девальвация гривны, но при этом уничтожение банковской системы, обворовывание банков, обворовывание граждан. Это их стабильность. Он же ответил. У него все хорошо. И он говорит, ты говоришь, я каждый раз удивляюсь, потому что у тебя сознание обнуляется каждое утро. Слав, ты просыпаешься, все, у тебя ты почитал Порошенко, и ты с новыми идеями выходишь каждый день с одними ими ими ими. Ты вообще, и я тебе скажу, знаешь, я единственный, единственный, вот ты на меня сейчас наехал, я единственный, кто к тебе по-доброму отношусь. Мы тебя даже оставим, ты будешь смотрителем музея развалившегося Майдана потом. Будешь с винтовкой ходить, и билеты, и билеты будут тебе на штык накалывать. Будет в Москве. Поэтому, послушай, тебя слушать вообще, тебя слушать бесполезно, если только не посмотреть суть. что Украина потеряет свою государственность, и музей развалившегося Майдана будет в столице союзного государства, куда Украина войдет как губерния? Нет, вся Россия обсуждает только Украину. Поэтому все знают о том, что у нас с вами сходят, и музей будет в Москве. Как вы не можете понять, просто вас зовут только на те передачи, где обсуждают Украину. Вам сложно представить, что телевидение не ограничивается только передачами с вашим участием. Я хочу сказать, что всеми последними действиями Киев в очередной раз продемонстрировал, что приоритетом для майданной власти является борьба за территории, но никак не за восстановление доверия людей, жителей Донбасса. Сейчас, после победы Трампа, украинские политики, пришедшие на крови через Майдан, начали стремительно переобуваться в воздухе, и сейчас действительно мейнстримом стала тема реинтеграции Донбасса. Вот я хочу сказать, что для того, чтобы отвечать на вопрос, как и возможно ли в принципе реинтегрировать Донбасс, нужно четко получить ответ на вопрос, а есть ли сегодня у Киева политическая воля реинтегрировать Донбасс? И ответ абсолютно очевиден, я думаю, всем присутствующим категорически нет. Во-первых, как мы можем говорить о реинтеграции Донбасса, если на сегодняшний день у власти нет абсолютно никакой стратегии на уровне государства, нет никакого понимания государственной политики, нет даже уполномоченного органа государственного или конкретного человека, который бы был ответственен за процесс реинтеграции. То есть идет полное размывание ответственности. Второй важный пункт, о какой реинтеграции мы можем говорить, если до сих пор продолжается финансовое АТО, направленное на мирных жителей Донбасса. Речь идет о невыплате пенсии всех социальных пособий, несмотря на то, что пункт 8 Минских соглашений, напоминаю, четко предусматривает возобновление и снятие экономической блокады, возобновление всей социальных выплат и нормализация банковской системы. Мы же видим, наоборот, ужесточение экономической блокады, к которой уже добавляется и реальная блокада. В-третьих, для того, чтобы действительно полноценно можно было говорить о реинтеграции Донбасса, в первую очередь сегодня нужно просто внести, я считаю, мораторий на принятие любых законодательных актов и внесение даже инициатив, которые только отдаляют жителей Донбасса и вообще весь юго-восток Украины от Киева. Речь идет, безусловно, о нашумевшем сейчас внесенном просто в светлый праздник крещения, бесы, как всегда, не имется им, они зарегистрировали законопроект на крещение о тотальной украинизации. Мы все знаем, что история, к сожалению, повторяется, но она не прощает ошибок, особенно политических. И никогда тотальная, насильственная украинизация, германизация ни к чему хорошему не может привести по определению. Более того, я считаю, что этот законопроект это проявление культурного шовинизма, если хотите, и так самого, что ни на есть, сепаратизма, потому что именно этот законопроект это путь к противостоянию, к усилению раскола в обществе и к разжиганию ненависти межнационально и межрегионально. Этого допускать категорически нельзя. Он не нацелен на поддержку украинского языка, к сожалению. Он направлен исключительно на дискриминацию других языков и в первую очередь безусловно русского. Ну что, реально происходит в Донбассе? Реально происходит следующее. Сегодня очень сильно обострилась ситуация. По всей линии фронта массовые обстрелы. Снаряды прилетают туда, куда не прилетали с конца 2014-го, начала 2015-го годов. Это гвардейка, это улица Чкалова. Там давно очень не было таких обстрелов. В центре Донецка от разрывов раскрываются окна. Это то, что сегодня в ленте я читаю, то, что люди пишут. Донецк вообще в последние дни он просто ошалел от горя, Донбасс ошалел от горя. Мы потеряли в Донецке Сергея Третьякова, Луганск потерял Валерия Болотова. Вроде бы, какие-то не военные потери, их никто не убил, но это сигнал, это сигнал к тому, что мы уже не выдержим. Наши активисты начинают умирать от сердечных приступов, потому что жить столько времени в постоянном напряжении это невозможно. То есть, это действительно две страшные потери и Донбасс действительно ошалел. Я бы так же хотел добавить, что у меня есть очень четкий показатель, что Украина не собирается интегрировать Донбасс в принципе. И Донбасс для Украины потерянный ломать. Мне показали фотографии Велико-Надольского леса, Изюмских лесов и Светогорского леса. Вырубаются гектары лесов. Ну, я извиняюсь, я маленькую реманурую. То есть, по сути, уничтожается та территория, которую Украина уже никогда не будет считать своей. Ну, это логика не совсем правильная, потому что у нас есть Закарпатия, которая вроде бы контролируемая часть Украины. Изюм тоже контролируем. Если вы посмотрите Закарпатия, нет, мы же не можем сказать, что Украина отказывается от Закарпатия. Видимо, власть, которая сейчас есть, она настолько, как бы, они как последний раз. Они собрались его в Венгрию. облысевшие Я говорю о Карпатах, а Закарпатии это облысевшие Украины. Это вся Украина. Это не проблема Донбасса. Они не собираются там же здесь жить. Ни на Донбассе, ни в Закарпатии. Нет, что самое интересное, это делают люди, которые там живут. Вы поймите, что... Я понял. То есть, они просто воруют или уничтожают то, что осталось. Люди, местное население, они отменили эмбарго, запрет на вывоз леса кругляка в Европу. Европа подождем. Это истинное лицо Евросоюза. Они оказали беспрецедентное давление на то, чтобы Украина отменила запрет на вывоз кругляка. То есть, что нужно Европе от Украины? Это вывоз ресурсов, лес кругляк. Им не нужна наша мебель, наши изделия, чтобы у нас были рабочие места. Им нужно вывоз с Украины ресурсов, там рабочие места и продавать готовые. Почему мы обвиняем Европу или еще кого-то? Что можно я обвиняю? А я не обвиняю? Я не обвиняю Европу. Я говорил о том, что это преступная киевская власть, которая на это идет. А Европа защищает свои интересы. Просто надо быть реалистами. Европа защищала и будет свои интересы защищать. Вот и все. Да, пожалуйста. Не, в принципе, я сказал все, что хотел. Господа, чтобы вы просто знали, за последние 20 лет территория лесов на Украине, согласно данным ООН, увеличилась с 13 до 17 процентов. Появились леса, высаженные в Николаевской области, в Одесской области, где их никогда не было. Поэтому это все пустая болтовня о том, что кто-то где-то вырубает леса, не зафиксирует в действительности. Высаживаются новые лесополосы, но там, где их никогда не было. И площадь лесов на Украине увеличивается. Ты хоть понимаешь, что за два года леса не могут увеличиться. Это за два года у тебя может пирог в желте на голове. Я все думал, кто у нас на самом деле слава. Понял, слава у нас лесник. Слава, я не хочу вас обидеть. Вы понимаете разницу между реликтовым лесом и новыми посадками? В Европе нет реликтовых лесов. Ты себе не можешь голоса отрастить. Ты хочешь вы с Украины лесом засадить? Я не знаю, вы когда-нибудь в Карпатах были? Конечно. Лес там видели? Да. Свежие посадки? Нет. Молодец, следующий. Вы про Донецк говорите? Ну, в принципе, я что хочу сказать. Сейчас, на мой взгляд, чтобы не, к чему бы не пришли в своих договоренностях лидеры двух держав России и Соединенных Штатов, украинская власть в период от этого безвластия, без времени, который сейчас стоит, она максимально будет вести наступательную политику, чтобы захватить как можно больше до принятия какого-то решения и потом торговаться на новых условиях. А наша задача не дать им это сделать. Надеюсь, Владимир, с вашей помощью. Моей личной? Нет. Ну, и вашей личной тоже. Ну, мой послуж очень простой. Я считаю, что Россия слишком долго пыталась быть мягкой по отношению к Украине. К сожалению. Я считаю, что Россия вот с этим отношением к Украине забывает свой главный долг, который мы обязаны как правоприемника СССР выполнять. Это борьба с нацизмом во всех его проявлениях, где бы мы его не видели. Украина, в первую очередь, сейчас никаких иллюзий нет, является государством, которым управляет нацистская, вороватая, олигархическая верхушка. Ну, потому что... Это моя точка зрения. Да, это ваша точка зрения. Вы не живете, я живу. Смотрите, мы сейчас... Я в фашистской Германии не жил, что не мешает мне именно так оценить. Мы можем сколько угодно кричать о том, что фашистская, нацистская власть, но по факту это не так. То есть, есть те люди, которые исповедуют эту идеологию, есть власть, которая просто пользуется моментом, зарабатывает, им все равно. То есть, есть управляемые радикалы, есть еще какие-то вещи, но нету идеологии... Смотрите, у нас нету фашиста, у нас нет лидера фашистского, то есть фашизм предполагает наличие лидера... Белецкий. Нет, ну, смотрите, Белецкий это не власть, Белецкий это... У вас главные лидеры вашей идеологии нацисты. Какой наша идеология? Бандера и Шухевич. Они вас являются национальными героями. Нет, секундочку. Они являются национальными героями сейчас Можно один момент, смотрите, вот в России есть такая большая ошибочная вещь, которая мне очень не нравится и раздражает, это то, что украинцы сделали, что вот это Украина, вот эти нацисты, это Украина. А сколько в Украине людей живет? В Украине живет миллионы людей. И я живу в Киеве. Не путайте украинцев с власти. Я живу в Киеве. Я езжу по всей стране. Я общаюсь с людьми. Я знаю, что большинство людей вот просто таксисты, там люди, которые попадаются, разговаривают. Им не нравится. Они не активны. Они не сплощенны. Ваша власть как относится к Бандере и к Шухевичу? А власть подыгрывает уже. Я думаю, что никак не относятся. Я думаю, что там уже Порошенко-Фиолетово. Они просто педальевы. Вот это оправдание колоссальное. Есть добрые, ласковые граждане Германии в 1939 году, которые ненавидят, конечно, нацистские символы. Украина, это не украинская власть. То, что сейчас происходит, власть сейчас... А мы говорим всегда об украинской власти. Это украинская власть принимает решение о том, что делает на Анбасе. А вы распространяете все это на весь украинский народ? Именно поэтому украинский... Стоп, стоп, стоп. Вот это очень важный момент. У нас никогда никто на официальном уровне не смел называть украинский народ народным врагом. Никто никогда на официальном уровне даже не пытался провести антиукраинские законы в языке. Ну да. Никто никогда не называл украинский язык псиным языком. И еще, смотрите. Простите. Украина себе этого позволяет. И позволяет постоянно. И еще. Мы позволяем себе... Никогда Советский Союз не называл немецкий народ вражеским. А еще один момент, смотрите, вот здесь в студии, мы говорим фашистская, нацистская власть, а разве эта власть не является партнером по переговорам? Разве Петр Алексеевич, подождите, Петр Алексеевич, лидер нацистской, фашистской страны, не общается с Владимиром Владимировичем? И вот это, я считаю, большая проблема. Я считаю, что Россия допустила ошибку, когда признала этого президента. Вот как можно кричать, влентая. Очень просто, а это Путин не говорит, это говорю я. То, что вы никак не можете понять. У нас есть свободу слова, в отличие от вашей страны. Хорошо. У нас есть возможность, я не защищаю. Но еще слово сказать. Подожди, послушай меня, пожалуйста. В нацистском государстве, нацистском правительстве может воровать только нацистское правительство. Поверь мне, если бы нацизм... Да нет идеологии у них. Если бы нацизм был внизу, он бы не дал правительству воровать. Так вот, поверь мне, у вас нацизм проник? Правый сектор есть, да. Самые верхушки власти. Подождите, правый сектор, вот здесь Захарченко был, был я на одной программе, был здесь Захарченко. Бывший Виталий, да, бывший министр внутренних дел. И он говорил, что когда вот был Янукович, был он при власти, полная полномочия. Он говорит, это террористические организации, да, мы наблюдали за ними. Извините, вы наблюдали за ними. Они и тогда были. Они там Трезуп или еще какие-то правый сектор, они зарегистрированы в 90-каком-то году. И что? Они были, они действовали, они развивались. Чем отличаются, понимаешь? Ну не выводили. А вы считаете, что мы собираемся защищать Янукович и Захарченко? Я с тобой согласен. Я тоже не люблю, когда на весь народ, на всю страну. Но такое ощущение, знаешь, почему возникает? Почему? Смотри, факты давай. Первое. Поруби. Спикер парламента занимает высшую государственную должность. Он является убежденным идеологическим националистом. Исповедует идеи. Подожди, ну дай, да, да. То есть он олицетворяет Украину, парламентаризм Украины. И он националист. Дальше. Лешко. Ну подожди, пожалуйста, можно я теперь? До батальона ЗОВ, который имеет символы нацистские, вот дивизию Досрайх, да, символ взял, волчий крюк этот. Они официально интегрированы в состав МВД Украины. И вот когда они ездят с нашивками нацистскими, при этом они получают зарплату в государстве, являются подчиненными Аваковым, министром внутренних дел. Вот эти вещи, они действительно дают право очень многим людям говорить, что... Государство глубоко интегрировали националистические, неонацистские идеи. Но о том, что говорить о том, что Украина сегодня националистическая, неонацистская, я категорически не согласен. И я знаю то, что вот эти группировки, они все больше и больше становятся неудобными всем. Они уже от них все устали. И общество устало, и власть, и Порошенко их боится. Единственное, что можно сказать одним словом об этой власти, это коррумпированное до мозга костей прогнишение. Вот с этим я согласен. А как же вы, Майдан, Банду Гейтс? Майдан, смотрите, если вы пообщаетесь с большинством Майданов, с теми, кто еще не выехал куда-нибудь в Британию, в Швейцарию, они тоже все не считают это... они считают этих людей предателями идеалов Майдана. Извините, пожалуйста, Слав, я согласен, что мания величия это тяжело излечимая болезнь. Можно у себя на передаче «Я буду вести»? Я буду молчать. Спасибо большое. Можно на моей передаче «Мания величия» буду страдать я? Общество, общество в Украине, активное общество, все более фрагментируется. То есть есть националисты, есть майдановцы, они все друг с другом уже перессорились, переругались. И даже находясь внутри правительства, позволяют себе критиковать правительство. И делать, что я к этому не имею отношения. Даже морды друг друг бьют. А кто отдает команду по боевым действиям в Донбассе? А по боевым действиям я не знаю, кто отдает команду, но тоже я хотел бы сказать, когда Слава говорит здесь, можно? Когда Слава здесь говорит о затухающей войне, я не берусь точно утверждать, но мне кажется, кроме нас с вами, никто на боевых действиях не присутствовал и не видел, что это такое. И то, что сейчас там происходит, это кошмар. Это 2014-2015 год начало, это не просто увядающие, но это ужас. Это тысячи снарядов в сутки выпускаются, люди гибнут с обеих сторон, идут стрелковые бои. Я так понимаю, что и бронетехника уже сейчас применяется с обеих сторон. Сегодня были несколько попыток прорыва бронетехника в нашу сторону. Ну, у нас как бы по-другому говорят, у нас что, в Авдеевской, в Промке. Ну, Промку же тоже заняли не по закону, ну, не по договоренностям. Поэтому, когда мы говорим об увядающих, и в России об этом тоже не говорят, чтобы все знали, что сейчас идут полномасштабные бои. И людей гибнет, десятки людей гибнет каждый день. И вот просто этого не показывают по телевидению. Ни в России, ни в Украине как-то непопулярная тема есть сейчас. У нас это сегодня показывали. Наш замечательный военный корреспондент Саш Сладков находится там. Месяц. Показывали. Сегодня передачу Дмитрия Кистилёва это всё было. Сегодня телегруппа НТВ на поселке Листом попала под австрел. Так что вечером ждём репортаж от них. Да, вообще я, честно говоря, не понимаю предмета радости и выяснения диагноза у паразитов. Ну, то есть, болеют ли сами паразиты? Хороший вопрос. Мы знаем ответ, а паразиты никогда. В принципе, можно было бы, да, можно было бы, конечно, это устанавливать сколько угодно. Понимаете, вот давайте так, чтобы не было передёргиваний. Безусловно, на территории под властью киевского режима сегодня есть люди, не согласные с этим режимом и не принимающие ни нацистскую, ни националистическую идеологию. И таких людей достаточно много. Это правда. Точка. Теперь это не означает, что нельзя говорить про всю Украину, какая она. Можно и нужно. Потому что официально в этой Украине, под этой властью, официально провозглашена этнократия, официально галичанин, то есть львовянин, со всей своей идеологией Бандера и Шухевича назван украинцем, которому все остальные должны подражать. Кто не будет подражать, того будем перевоспитывать. Это объявлена национальная политика на территории, на которой распространяется власть Порошенко, правительства и этой Верховной Рады, и этого самого Совета Безопасности. Все я ваши правящие органы перечислил. Ни одна власть из демократических ветвей не имеет другого отличного от этого мнения. Поэтому Украина целиком состоявшаяся этнократическое, националистическое, нацистское государство. Россия не легитимизирует эту власть. Россия не легитимизирует власть. Дима, понятие легитимизации относится... Не кричите, не кричите. Да я вам объясняю, вы глупости говорите. Не кричите, не кричите. Россия, я хочу, покричу, хочу, шепотом говорю. Но у меня закладывают уши. Если не страшно, мы принесем беруши. Пожалуйста, беруши, приходите на передачу с берушами. Ну, а я ж не сказал, что вы такое кричите. По очереди, не перебивайте, будет понятно. Я объясняю, легитимизация власти относится к внутренней функции общества, государства, в котором эта власть осуществляется. То есть первым легитимизатором нацистской власти являются украинцы, живущие на территории под этой властью. Ни одни международные отношения между разными странами никогда не выступали в функции легитимизации этого власти. То есть, если власть не признана, например, произошли выборы, смотрите, произошли в Украине выборы, и Россия не признала эти выборы. Дим, 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 я эти глупости слышу в течение года. Да не глупости, я просто задаю вопрос. Я вам объясняю. Я же не разбираюсь, не понимаю, объясните. Я вам объясняю еще раз. Порошенко российская власть после выборов признала и вступила с ним в переговоры по одной простой причине. Авансом. Авансом под то, что нужно было остановить ту бойню, которую эти мерзавцы устроили в Донбассе. Если бы мы не признали Порошенко, то дальше разворачивался бы сценарий один, о котором они мечтали. Нам пришлось бы давить их силой, идти до Киева. Кому вам? России пришлось бы это делать. Чего вы в этом воевали или с автоматом бегаете? А Россия не собирает... Чего? Что ты с автоматом бегаете? Вы что, на войне? Мы возьмем, мы возьмем, вы где, мы толкали паровоз. Подождите, 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 подождите. Вы чего? А вы что делали? Что, мы возьмем... Нет, вот вы... Я знаю, что я делал. Я знаю, что я делал. Я не о себе... Дмитрий, я не в этом. А вы лично брали автомат? Никогда не возьму в руки автомат. Брали, говорит, что... И не возьму, и не прикоснусь. Дмитрий, вы скажете свою точку зрения. Я говорю сейчас о Российской Федерации, как ее гражданин. Если вы сейчас начинаете говорить об этих нюансах, Дмитрий рассказывает, что виднее ситуация. Так что, как вы расскажете... Мы должны, когда вот человек говорит, мы должны... Не, ну мы, это Россия может говорить, один человек в стране, президент России. Услушайте, у нас в стране, вот, слушайте, вы расскажите на своем телевидении. Поезжайте, пожалуйста, за свой канал «Украина» и говорите там «мы и я, чего хотите». Значит, дорогие украинские гости, если вы хотите обучать россиян тем, как владеть русским языком, тем, как высказывать свою точку зрения. Мы хотим просто русский язык, вот я, гражданин Украины, мой язык русский. Это что, Россия владеет русским языком? Я владею русским языком. Россия как раз, я не знаю, чем вы владеете. Но заметьте, вам не делается замена. Ну что, Николай, 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 спокойно. Значит так, каждый имеет право высказать свою точку зрения. Вы не приватизируете русский язык, но у вас нет никакого права делать замечания Куликову по тем, что ходил он с автоматом или нет. Нет, я просто... Потому что я вам просто спокойно отвечаю, чтобы вы поняли. Правила дискуссии дают возможность каждому человеку использовать разнообразные формы. Если Дмитрий считает, что для него эта художественная форма наиболее приемлема, он её таким образом использует. Если мы пытаемся не дать возможность людям искать свою точку зрения тем, чтобы перебивать их каждые две секунды, то это не украинская рада. И я здесь буду наводить порядок чисто спокойно ясно. Хотя у вас есть право искать свою точку зрения, не будучи перебиваемым, и даже у Славы. В том числе и у Дмитрия. Да, так я закончу всё-таки, для ясности, чтобы вы понимали, почему я говорю «мы». Потому что я единственный здесь человек с российским гражданством. Дискутирую с вами. Ещё я. Что-нибудь не ясно ещё? С кем с нами? С вами дискутирую. С хохолами. Гражданами Украины. Мне просто интересно. Чего ты лезешь в бутылку? Я не лезу в бутылку. Я просто не люблю, когда на меня кричат. На вас всё не кричат. Дмитрий так говорит всегда. Тренируйтесь. Тренируйтесь. Дмитрий громко говорит. Ещё раз объясняю вам, если вы надеетесь, что кто-то пойдёт туда вместо вас наводить там порядок, проводить деноцификацию этого нацистского болота, которое вы там вырастили своими руками, вы там вырастили, понимаете, никто этого делать не будет. Это первое. И второе. И второе. Значит, единственная проблема, которую я считаю для нас существующая, реально, это жители Донбасса и то, что они находятся под обстрелом. Всё остальное в отношении Украины меня не интересует вообще. Ну, с точки зрения абсолютно. Дима, ответил один вопрос. Не могу. А Германия без Советского Союза могла из Павли избавиться от нацизма? Знаете что, если посмотреть на историю, то мы можем сказать, что, в принципе, конечно, Европы не было бы без войны столетней. Саш, о чём вы говорите? Германия без Советского Союза от нацизма бы не избавилась. А Советский Союз и не ставил задачу избавлять Германию от нацизма, пока Германия на него не напала. Так вот, Германия, условно говоря, условно напала. Для этой цели сначала должен быть Нюрнбергский трибунал. Потом будет. Украина разделена на две части. Одна часть – это группа террористов, которая пришла к власти путём государственного переворота и установила такой вид терроризма, как государственный, с идеологией нацистской. Вторая – это народ, который оказался заложником в этих террористах. Проводится абсолютно политика террора в отношении населения, чтобы вы знали. Не потому, что высокие тарифы. Они везде, вероятно, не совсем, так сказать, низкие. Но в Украине тарифы выше возможностей людей. Вот невозможно платить тарифы. Поэтому государство придумало такую формулу, как субсидия. Оно тоже существует во многих государствах. Но 65% под субсидиями – это означает, у вас забрали зарплаты через налоги, а потом приходите к государству. Вот получай. И понимай, если ты будешь вести себя правильно, получишь эту субсидию. Если нет, мы тебе откажем. То есть постоянно людей держат в страхе. Теперь война. Говорят, возьмите славу туда, чтобы он больше не говорил, что как бы все хорошо. Кому на Украине жить хорошо? Олигархам, таким как Порошенко. Около 200 тысяч предприятий за последний месяц, это малых и средних, прекратили свою работу. В Украине даже нет такого понятия, как выезд за границу. Убегают все, просто убегают, потому что работы нет. В том числе в Россию. Теперь о войне. Ведь реально, вы понимаете, это форма существования террористической власти. Прекратите только войну, и ИГИЛа не существует. Прекратите в Украине войну, и этой власти не будет. Потому что тут, как знаете в том фильме, или в ЗАГС, это к выборам, они ее не выиграют. Или к прокурору, скорее всего к прокурору. И когда приехал сюда Маккейн, и поехал на передовую поддерживать бойцов, чтобы было молодцы ребята, вместо того, чтобы поддержать инвалидов, пенсионеров, тех, кто в детдомах сегодня в Украине. И когда приехал Байден, все думали, что он такую поездку делает, как визит вежливости. Нет, Байден, вероятно, сказал то, что передать другими, ну, через других невозможно. Это вопрос в том, что Украина сегодня является частью глобальной того плана, который еще при Обаме как бы заканчивался. Немедленно начинайте войну и активные действия. А мы вас поддержим. Санкции мы поддержим, с законом, который запретит тому же Трампу, так сказать, снять эти санкции и так далее. То есть это политика к войне. Что надо делать с этой властью? Бороться любыми путями. Кто правовыми, кто где-то вот здесь ЛНР, ДНР сегодня защищает реально жизнь тех, кто сегодня там могут быть уничтожены. Потому что не нужны там избиратели Порошенко. Это политика человека, который как преступник преследует жертву, которая еще не уничтожена. Точно так же его не виновидят и те, кто проживает на территории ЛНР, ДНР. Поэтому необходимо сегодня исходить изначально. А кто сегодня перед нами? Вы условно террористы, которых надо уничтожить, но освободить украинский народ. Нет, 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 будет несправедливо. Во-первых, потому что раньше я просил слова. Ну, я добавить хотел очень важный момент. А не надо добавить, не надо. Сейчас вот вам реклама разбавят, а потом вы сразу начнете. Как и обещал, прошу. Да, я вот услышал реплику, что ЛНР, ДНР оказывают сопротивление. Здорово, хорошо. Но в России очень мало говорят о том, что в ДНР, в ЛНР есть тоже люди, которые узурпировали власть. Узурпировали власть. Там нет политической жизни. Есть монопольные цены на продукты питания. Есть монопольно низкие цены. Вот мы только что говорили, я извиняюсь, что использую. Подожди, речь шла о чущей икре. Извини меня, это деликат. Дайте договорить человеку хоть одну фразу до конца. Речь может идти, допустим, о курице. Сколько стоит курица на территории Украины, и сколько на территории Донбасса, которую контролирует Украина, на территории Донбасса, которую не контролирует украинская власть. Какая разница в цене на курицу, допустим? Почему? Говорят блокада, но, извините, у вас открыта российская вся граница. И никто не говорит о том, что люди, чем отличаются, кроме уровня интеллекта, Захарченко от Порошенко, с моральной точки зрения и так далее. Оба возглавляют в период войны эти территории, зарабатывают все капиталы, розничную торговлю зарпировали. Ну вот здесь есть человек, который должен будет ответить. И мы посмотрим, есть свобода слова или нет. Можете ли вы себе позволить сказать то, что есть на самом деле? Я всегда могу себе позволить сказать то, что есть на самом деле. Значит, первое. Значит, цены в Донбассе значительно ниже, нежели чем на Украине. По ряду позиций. Бензин в два раза, коммунальные услуги практически в семь раз. Коммунальный факт. А бензин не факт. Что касается мяса, в принципе, и курятина, и свинина дороже процентов на 10. Это тоже правда. Ну почему нет, Дима? У нас стоит 250 рублей килограмм свинины, у вас 100 гривен. Что я не так сказал? 250 и 100? Да. Рублей и 100 гривен. 200 рублей и 100 гривен. Поэтому, что касается набивания карманов Плотницкого и Захарченко. Ничего не знаю о Плотницком, я с ним не работал. Какие у вас факты? А вы с Захарченко работаете сейчас? Конечно. Сейчас я с ним общаюсь, скажем так. То есть вы не в обойме? Не в обойме. И политической жизни у вас нет? Я в политической обойме, но не в обойме. Вы в оппозиции? Кто представляет оппозицию? А можно договориться? Да, да, да. Кто оппозицию представляет? Можно? Можно, секундочку. Я в политической обойме республики. Это раз. Я не являюсь чиновником сейчас. Мне так значительно проще и удобнее. Я всегда могу говорить то, что я думаю. Кто кроме Ходоковского в оппозиции? Есть оппозиция? Фургин. Кто? Фургин. Страна находится, страны ДНР и ЛНР, вы их называете по-другому, находятся в осаде, находятся в военном положении. Когда у вас снаружи такое происходит, редко бывает, чтобы полностью соблюдались все демократические нормы. При этом выборы прошли, выборы состоялись и были международные наблюдатели. Раз. Второй момент. Да, я понимаю, что вам эти международные наблюдатели не нравятся, потому что они россияне. Второй момент. Цены и не могут быть такими же, как на Украине. Потому что существует и региональная разница в ценах, и есть логика перевозки, и есть разница в ценах на территории Российской Федерации и на территории Украины. Когда вы обвиняете в любых преступлениях Захарченко, вы мне, пожалуйста, финансовые документы покажите, тогда мы их передадим куда надо, и кто надо, с этим будет разбираться. Потому что, когда мы говорим о Порошенко, я четко знаю, Липецкая фабрика, там-сям здесь, Захарченко, какие бизнесы принадлежат? А вам для чего будете разбираться? Нет, 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 как журналист. Владимир. Как журналист я смогу проверить. То есть тогда я смогу понять, что происходит. А может в Украине вернуться? Владимир. Нет. Это тоже Украина. Почему? Это одна ситуация есть на территории Украины. Есть люди, которые узурпировали на всей территории Украины власти, наразделенные, и зарабатывают на конфликте. Извините, но хочу напомнить, что в ЛНР ведь как раз Плотницкий был не первым, правда? Да. Первым был ЛНР, который как раз кончался от инфарктов. Так вот, я еще раз. Ваши претензии голословны. У вас нет фактов, подтверждающих воровство высших руководителей Донецкой Народной Республики. И, на мой взгляд, Дмитрий, я очень этого жду. Вы еще сможете ближе познакомиться с нашим руководством, с тем же Захарченко. Когда он будет президентом Украины. Понимаете? Вот тогда вы с ними познакомитесь. Это смешно. Это смешно. А говоря об интеллектуальном уровне, я рад, что вы признаете, что... Интеллектуальный уровень Захарченко выше, чем у Порошенко. Ну, чтобы показать свой интеллектуальный уровень, я тогда процитирую древнего мудреца Конфуция, с него начну. Он говорил, что нельзя приходить в супермаркет голодным, в соцсети заходить пьяным, и к Соловьеву, к Владимиру, в воскресенье приходить с длинной мыслью сложно. Поэтому я скажу мысль простую. Понимаете, почему вот у нас возник такой спор и на нервах, и он иногда возникает. Я с уважением к вам отношусь, с глубоким уважением. И по большому счету, когда мы спорим, это, знаешь, больше внутривидовая борьба. Потому что по сердцу-то мы одинаковые, но разные взгляды. В чем суть? Мы пытаемся просто дать шанс нашим отношениям Украины и России. Я знаю, что вы тоже за эти отношения, но мы как бы изнутри на это смотрим. Вот смотрите, если мы будем говорить на всю Украину, или даже какой-то степени на всю Украину, у нас никогда не будет шанса победить там и выстроить нормальные продуктивные отношения с Россией. Мы не можем бороться с Украиной. Мы должны бороться с властью, которая узурпила вас, с людьми, которые узурпировали власть на Украине. Смотрите, вот стоит Бережная. У нее большие шансы, что она будет в украинской политике входить в одну из оппозиционных партий. Возможно, эта партия победит на выборах, она будет в парламенте. Если сегодня она будет в студии, в атмосфере вот такой украиноненавистничества, у нее шансы снизятся. Вы поймите, что нам надо бороться с теми пороками, которые есть в Украине. И брать в Украине власть, может быть, не мне, Бережной, Дмитрий будет бороться, но брать в Украине власть и выстраивать отношения с Россией. И поэтому я вас очень прошу, не душите здесь нас, не гнобите нас, не ставьте у нас такую позу, как будто мы должны фашизм защищать. Мы просто пытаемся бороться в Украине изнутри. Вот и все. Вот все, что я хочу сказать. Я хочу ответить, просто сейчас так, как... Да, да, Дмитрий, сейчас, сейчас. Ну просто, когда у нас прозвучало бережную нацарствование, это же... Я не говорю с вами. Спасибо. Смотрите, да. Ну хоть когда-то Украина сможет управлять не только потрясающей ума, но и потрясающей красоты женщины. Я только за. Мы тоже. Так, давайте. Спасибо большое за такое промо. Вы знаете, на самом деле мы сейчас очень эмоционально все пытаемся ответить на вопрос, кто виноват. И, безусловно, это нужно обсуждать. Но я все-таки хочу, да, сместить нашу дискуссию в более конструктивное русло и попытаться все вместе найти ответы на вопросы, что делать. Знаете, да, критикуешь, предлагаю. Итак, первое, что необходимо сделать и для нормализации взаимоотношений между нашими странами, и, безусловно, для действительно начала процесса реальной реинтеграции Донбасса. Это нужно снизить градус нашей дискуссии, прекратить язык вражды и убрать полностью риторику ненависти. Потому что я не про нашу студию говорю, а о том, что сегодня происходит в Украине. Потому что уже не только журналисты, но и политики на национальном уровне позволяют себе высказывания абсолютно неприемлемые, называя жителей Донбасса Лугандоном, Слава, да, ты прекрасно это знаешь, и Луценко это неоднократно заявлял, и другие оскорбительные Донбассом и так далее. Это уже не только на уровне соцсетей, это просто государственная риторика. Я вообще считаю, что если вот то, о чем Коля говорил, мы вернемся во власть, и я когда-то буду иметь возможность реально принимать решения, иметь властные полномочия, первое, что нужно сделать, это на законодательном уровне прописать ответственность за подобные высказывания. Второе, Киев для реинтеграции Донбасса, Киев наконец-то должен начать выполнять решение суда, которое наш институт еще год назад выиграл, по возобновлению немедленному выплат пенсии всех социальных льгот жителям Донбасса. С 16 октября прошлого года решение вступило в силу, до сих пор ни к чему не делается. Третье, это процесс реинтеграции должен стать и обсуждаться не только Киевом на международных площадках, что они умеют красиво делать, выезжая в Давос куда-то еще, а наконец-то должна начаться внутренняя дискуссия, и не про борьбу за территорию, повторюсь, а именно начаться с того, чтобы восстанавливать доверие жителей Донбасса. Ну и напоследок скажу, что Киев должен наконец-то, власть украинская должна принять и понять, что никакая реинтеграция Донбасса невозможна без имплементации и выполнения политически взятых на себя обязательств в прописанных в Минских соглашениях. Без этого ни о какой реинтеграции речь идти не может. И короткая ремарка славе на то, что он сказал, что там все затухает и стабилизируется. Пожалуйста, почитайте последний отчет мониторинговой миссии ОБСЕ по ситуации на Донбассе, где зафиксирована интенсификация военных действий и очень детально расписано, что каждая из сторон нарушает по Минским соглашениям. И остановить эту войну можно только поменять власть в Украине. Мы уже поняли, что чтобы прекратить бомбежки Донбасса, чтобы там не гибли люди, надо менять власть в Киеве, и оттуда должна команда отвезти войска быть. Из Киева. Ладно, я все-таки хотел содержательный вопрос обсудить, но раз уж так дискуссия прорвнулась... Может тебе содержать? Одна, да, ремарочка. Я, во-первых, не очень понимаю, почему Николай говорит, мы смотрим изнутри, потому что я понимаю, что изнутри борьбу ведет Бережная, Бондаренко, Лена Лукаш, а я больше не назову никого. Кто ведет борьбу изнутри и приезжает сюда и разговаривает. К сожалению, Николай, Владимир Николаевич, вы здесь. Поэтому так, чтобы просто не рвало сознание, чтобы не рвало сознание у слушателей, давайте не будем употреблять, что вы изнутри. Я после Майдана стоял на трибуне Верховной Рады и в лицо Турчинову говорил, что он преступник. Это правда. И я вел борьбу изнутри и буду ее вести изнутри, чтобы вы понимали. Нет, Дмитрий говорит о другом, что просто вы сейчас лишены возможности приезжать на территорию убирать. Теперь, да, я не могу сегодня из-за уголовного дела, фальсифицированного, въехать туда. Меня просто не пускают. Но это не значит, что я не понимаю контекст политики. Здесь все понимают контекст политики, тогда мы все изнутри. Это можно и так считать. Я гражданин Украины, а вы граждане России. Понятно. Вы же сказали, что должен понимать. И второе, знаете, я, конечно, понимаю, что, наверное, когда я обсуждаю с моей точки зрения принципиальные вопросы, это вредит вашей избирательной карьере, возможно, о которой вы мечтаете здесь. Но, извините, я в пиарщике к вам не нанимался. Поэтому я буду обсуждать то, что я считаю нужно обсуждать. Мы не потянем вас просто. Это второе. Правильно. Правильно, да. Может быть, и не потянете. Теперь по сути про выборы. Теперь по сути про выборы. Вот все обсуждается. Пойдет Порошенко на досрочные выборы не пойдет. На мой взгляд, это вопрос вторичный. Потому что главное, что он понимает. Ведь, понимаете, вот в первой части я обсудил идеологию. Этнократическую нацистскую идеологию, которая является главенствующей. Она, конечно, превалирует. Но чтобы стать полностью овладеть ситуацией, ему нужно привести целый ряд механизмов в соответствие с этой идеологией. Поэтому все, что происходит сейчас на Донбассе с эскалацией, все, что происходит с этим законом про украинскую мову, все, что происходит сейчас, сброшенная информация, они 9 мая полностью хотят отменить вместе с 8 марта. А что вы так женщин-то не любите? Европейская талантная тренция. Это европейская талантная. Дело не в этом. Дело в том, что Порошенко... А мы-то все по старинке. Порошенко нужно продуцировать конфликт. Он будет устанавливать ту или иную форму диктатуры с теми или другими нюансами. Будет ли это? Сначала объявят выборы, потом в процессе выборов начнется бардак, и нужно будет вводить диктатуру. Или они сразу, через эскалацию, например, на Донбассе, или еще какую-нибудь разборку, начнут ее вводить. И тогда выборов вообще никаких не будет. Это не суть важна. У него остался очень узкий коридор, у Петра Алексеевича. И он не может за него выйти. Поэтому он будет всеми силами пытаться установить личную власть с опорой на силовые националистические институты. Я, как раз в суде, услышал другой взгляд на ситуацию. Я уверен, что реинтеграция Донбасса пройдет. Поскольку, по нашим оценкам, примерно 70% населения территории этой оккупированной, они хотят вернуться в Украину. Доказательства простые. Средняя зарплата на оккупированных территориях меньше 5000 рублей. Еще раз, 5000 рублей. Учитель в школе получает 4500 рублей. Пенсия меньше 2000 рублей. Цены там московские. Это примерно такие в два раза выше, чем на Украине. Разговоры о том, что там что-то дешевле, они не отменяют того, что вы должны идти в магазин покупать еду каждый день. Это то, чем пренебречь нельзя. Поэтому на фоне вот этого, знаете, таких настроений, что мы победим, мы пойдем в Киев. А основная масса людей тихо ненавидит и Захарченко, и всю эту военную банду, которая там сейчас. Они понимают, за три года уже убедились, что лучше им не будет. Те обещания, которые были даны, невыполнимы. Рейтинг России, которые думали, что Россия придет и даст российские пенсии и зарплаты, тоже уже испарились. Они поняли, что обмануты. И, конечно, вот эта риторика военная о том, что это бандеровцы и так далее, она действует. Но люди своим нутром, знаете, как-то спинным мозгом чувствуют, что только Украина может им дать уровень благосостояния, надежду на мир и то, чтобы они жили нормально. Вот это главное. И эти мои слова запомните, потому что мы будем... Да мы все ваши слова запоминаем. Мы просто ко ФИФе относимся. Сейчас, 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 сейчас. Можно задать несколько вопросов? Первый. Откуда? Откуда вы это взяли? Не знаете, да. Из официальной информации вот этих оккупированных, ну, сайтов этих... Каких? И так далее. Ну, хотя бы, ну, приведите хоть какой-то пример. Скорее что, знаете... Вы же говорите о статистике, то есть какой-то источник. Я не могу здесь пользоваться интернетом, но во время рекламы я покажу... Нет, я не в этом. То есть вы нашли какой-то сайт, который якобы это написал. Нет, это есть многочисленные подтверждения этих людей, которые там живут, приезжают к нам за продуктами. Сейчас, сейчас, сейчас. Очереди, которые там невообразимы, чтобы привезти 50 килограмм еды с нашей территории. Это лучшее доказательство. Со своей территории, это люди живут, это гражданин Украины. Теперь, исходя из вашей логики, хочу, во-первых... Со своей территории, а не с вашей. Когда на радиостанции на Украине был проведен опрос, где вы видите свое будущее, здесь или валить, 83% выбрало валить. Исходя из вашей логики, пенсии, зарплаты, выплат, все ваше население должно тут же уехать в Польшу, ненавидеть вашу власть. Из официальных опросов, которые проводятся, рейтинг ваших политиков даже не дотягивает до тех 30%, которые вы даете непонятно с каких сайтов, непонятно с каких источников власти там. Когда вы говорите о недоверии России, когда вы так об этом рассуждаете, у вас всегда замечательный довод. А вы там были? Вот люди, которые там находятся, вы им рассказываете и говорите им так? Это кто? Дмитрий был, что ли? Говорите так? Да, да, да. Когда? Три с половиной месяца. Три с половиной месяца, и у меня... Ну, знаете... У меня есть шикарное предложение. Поэтому, когда вы... Они близкие этой власти, а для меня сразу посадят в подвал. И все они будут аплодировать, что наконец-то кофту напосадили. Так тебя спасут те 70%, которые хотят на Украину власть. Конечно, никто вас не посадит в подвал. Когда вас на Сахарченко назначен какую-то официальную дозу, мы поговорим. Еще один такой маленький моментик. Я обожаю вот эти сказки, которые рассказывают люди, которые там никогда не были. Задайте себе вопрос, какая страна сейчас лидер по количеству жалоб в Европейский суд по правам человека? Украина, это прекрасно. Это значит, что у нас есть демократия. Люди могут обращаться в суд. Ни внутренний суд жалуются. Нет, нет, нет. Какие проблемы? Это вот яркий пример, да? Мы хотели бы, чтобы вы все боялись обращаться в международные слова. Нет, он делает. Говорит о том, что собственная правовая система абсолютно не санкционирует. Это называется... Господи, какое счастливое сознание. Вы обладаете удивительной легкостью ума. Не передавая. Одно слово, а помощь. А теперь, сейчас, сейчас, Дим, дам ей не одно слово. Просто, Саш, ответь, пожалуйста, реально, что происходит? Ну, на самом деле, действительно, совершенно незамутненное сознание у Вячеслава. Вам, чтобы на вилы не подняли население, когда туда вернешься. У меня, действительно, есть очень хорошее предложение. Если бы здесь поднимали тех, кто врет на вилы, то хочу вам отметить, у многих моих гостей, приезжающих из Украины, тело было бы похоже на друшлаг. Поэтому, давайте обморачиваем. У меня есть очень хорошее предложение. Знаете, как по улицам слона водили. Я, Вячеслава, даю гарантию, что я ограничу его от воздействия наших военных и отправлю его исключительно в гражданское общество. Чтобы эти 70%, которые, по мнению Вячеслава, хотят вернуться в Украину, разорвали его на мелкие кусочки. Славик, тебя порвут. Что, порвут? Вот она, демократия. Вот то, что происходит реально у нас. В Донбассе, Украине. Вы слышали, да? Вы слышали, я вот как назвал? Вот демократия. Минучки, минуточки. Гражданское общество пормет меня на кусочки. Да, гражданское общество. Я правильно понимаю. Прямые угрозы. Пока еще нет. Вот за правду, прямые угрозы. За какую правду? Ну как, за то, что я назвал суммы, которые реально получают люди. А, кстати, какие суммы реально получают, кстати, искажите, пожалуйста, а какие суммы реально ваше бандитское правительство, нарушая закон, не выплачивает людям? Какие суммы украинское правительство, которое говорит, что жители ДНР, ЛНР, граждане Украины, на каком основании лишили их право получать заработанные ими пенсии? Эти суммы зарезервированы и будут выплачены после освоения жизни. Зарезервированы? Где? В каком банке? Где они лежат зарезервированы? Ну-ка, скажи мне, где они лежат зарезервированы? Вы разворовали все банки. Приватбанки у вас зарезервированы? Золотом батоне обязательства вашего государства подтирают в задницу все финансовые структуру. Давай мы сейчас тебе зарплату зарезервируем и выплатим ее через 5 лет. Я посмотрю, что ты на это скажешь. Я называю совершенно реальные цифры в разрезе моей семьи. У моей мамы пенсия 3200 рублей. У меня, как у старшего преподавателя академии, без научных степеней, без званий, у меня только старший преподаватель 9500 рублей оклад. Это очень мало. Но это совсем не те цифры, Вячеслав, о которых говорите вы. И если разделить их на 2,5, окажется, что в Донбассе зарплаты выше, чем на Украине. Здесь еще один нюанс. Потому что я лошадь. Потому что я лошадь. Давайте мы заберем себе... Российский бюджет оплачивает эти пенсии по 2 тысячи. Давайте мы заберем... Это вранец! Это же минимальная пенсия! Я тем больше скажу. Мы готовы платить им такие же пенсии в среднем и зарплаты. Давай мы заберем эти территории. Заберем людей, которых вы убиваете. И потом вы еще будете ныть. И посмотрим, как остальные ваши территории скажут. Мы хотим в России. Потому что, напомню, 140 или 173 человека убежало и получило гражданство Украины из россиян. И почти 200 тысяч, 170 тысяч украинцев ушло на территорию России и получило гражданство. Поэтому не надо рассказывать сказки, где и как живется. Мы платим тех, кого бросили и предали вы. И кого вы расстреливаете и убиваете. Несколько вещей. Кстати, про гражданство, Владимир, мы с вами неоднократно на вашей же программе говорили. Когда 200 тысяч получили гражданство. Если бы Россия наконец-то сделала то, что я считаю... Что необходимо. Давно должна была сделать. Да? Тем, кто был гражданином Советского Союза, давать гражданство автоматически в нашей стране. То мы бы увидели несколько миллионов украинцев гражданами. Просто несколько миллионов сейчас есть, но они либо по виду на жительство, либо 90 дней туда-сюда ездят. Мучаются люди. И в принципе нашему правительству надо это изменить. Это первое. Второе. Второе. Про Донбасс. Вот. Действительно, людям тяжело жить на Донбассе. Это правда. Сейчас. В условиях блокады и обстрелов, которые вы устроили. Но при этом, если сравнивать цены, то это цены такие же. Такие же, как и в Киеве и еще в пяти регионах Украины. Есть регионы, в которых действительно цены ниже, чем на Донбассе. Такие там, сельскохозяйственные, там, на Западной Украине. И есть такие регионы, в которых мясо, там, например, курица стоит дешевле, чем на Донбассе. Это правда. Это правда. Но при этом проблема-то, почему они обстреливают, Володя? Потому что если бы не было обстрелов, то уровень социального спокойствия на Донбассе был бы на порядок выше, чем в нынешней, так называемой, свободной демократической Украине. Поэтому они и обстреливают. Это единственный рычаг давления, который у них остался. Других рычагов давления у них просто нет. Харьковчанин же позвонил на радио и сказал, вот вы кричите, что в Крыму наши граждане. Так что же Россия платит тогда нашим гражданам зарплаты гораздо выше? Почему социальные пакеты гораздо лучше? Почему Крым стал расцветать? А Медведев что сказал? Денег нет на выдержите в Крымчанке? Я вам скажу так. Медведев сказал вполне конкретно, вполне конкретному поводу. При этом наши денег нет, это для вас богатство и миллионы. Поэтому давайте не путать. Наших денег нет и ваши, что вы делаете. Вы знаете, сравнение ЛНР, ДНР и Украины, это не только некорректно, а и цинично. Потому что вы говорите о собственных гражданах, если это граждане Украины. А если это граждане иной, иного государства. У вас не сердце болит, а задница, что вам придут ее на дыру. У вас есть возможность въехать туда и возглавить протестное движение. Мы посмотрим, что будет с лидером. Так вот, это некорректное сравнение. Потому что территория частично все-таки под блокадой. Это как некорректное сравнение, когда было очень тяжело всему Советскому Союзу во времена Великой Отечественной войны. Но Ленинграду было крайне тяжело. Это была блокада, а здесь полублокада. Здесь вся территория обстреливается. Это не Киев, где хорошо. Это не центральная Украина, где нормально. Вся территория под обстрелом. Там инвестиций нет. Рынков нет. Частично рынки в России и все остальные, так сказать, потеряны с точки зрения украинской территории и так далее. Поэтому это очень тяжело. Смеяться над этим грешно. Потому что сказал еще Порошенко, этот подонок, что ваши дети будут там сидеть в подвалах. А наши, он поделил уже всю Украину. Бог ему судья. Но уже и суд идет. Второе. Вы знаете, еще раз говорю, грешно говорить себе неправду и очень грешно говорить эту неправду еще народу. Но давайте скажем откровенно. Ну припустим, пройдут выборы. Согласятся, так сказать, нынешние там власти террористической на так званые демократические выборы. Придет новый президент, парламент. Он что, не будет расследовать убийство на Майдане? Основная версия. Те, кто убивал, сидят сегодня в кабинетах. Сжигали людей в Одессе. Войну кто начал на Донбассе. Они же. Они же понимают, что их все равно будут к трибуналу приводить. Они не отдадут эту власть. Они будут стоять до последнего. Потому что не просто, так сказать, локти в крови, а по пояс они в крови. Они будут стоять до последнего. Мы имеем сегодня дело с убийцами народа украинского. А поэтому надо с ними разговаривать как с террористами. Но обязательно ввести диалог с украинским обществом. Я здесь говорил не один раз. Давайте продолжать так званую народную дипломатию. Звоните. Все большее количество украинцев отзывается на такие звонки. Хотя бы поговорите по душам. Важно знакомых, родственников, сослуживцев. Где-то учились. Начинайте говорить друг другу нормальные слова. И восстанавливайте эти отношения. Пойдет это только на пользу. Я не знаю. Я не знаю достоверно о ситуации в Донецке и в Луганске. Но я очень хорошо знаю ситуацию в Украине и в Киеве. Люди загибаются от тарифного геноцида. В шоке от девальвации в 4 раза гривны. И именно поэтому нужно понимать, что украинская власть сейчас использует эти скандальные законопроекты, в том числе о тотальной украинизации. Это как фиговый листок, знаете, прикрывающих полную профнепригодность, некомпетентность, коррупцию и провальную политику в преддверии досрочных выборов. Я уверена, что только для отвлечения внимания они снова используют эти старые грабли, тему истории, религии, языка, для того, чтобы уводить дискурс и менять повестку дня. Но я хочу отметить, Слава, возможно, вы не знаете, что эти решения имеют скандальное продолжение на международном уровне. Потому что уже есть очень резкое заявление главы МИД Венгрии, который сказал, что они не допустят никаких поправок изменений Румынии к закону об образовании, к закону о языках, которые дискриминируют права национальных меньшин. Более того, уже есть последняя резолюция ПСЭ, где отдельно очень жесткий пункт выписан о том, что недопустимо сужать ни в коем образом права национальных меньшинств. Поэтому то, что сейчас делает украинская власть, это, по сути, мягкая международная изоляция, которую они сами собственноручно добиваются. И это при том, что колоссальная ненависть, это нельзя даже дипломатично никак назвать, внутри собственной страны к этой власти. Неприятие и ненависть. Говорить мы об этом можем долго, но уже и ночью, на этом воскресный вечер завершен. Благодарю зрителей и участников этого эфира. До встречи завтра. Так как-то повелось, что мы в воскресенье подводим итоги. Часто это больше выглядит как международная панорама. А во время наших вечерних посиделок в течение недели мы обсуждаем очень подробно проблемы страны. Так что не волнуйтесь, внутренние проблемы тоже обязательно обсудим. Ну, завтра увидите сами. Спокойной ночи. С вами был Владимир Соловьев.